Моя фамилия Миламед, всем привет, спасибо, что пришли. Я сегодня расскажу вам примерно про все на свете. Тема эта настолько богатая и неочерпаемая, что если мне удастся ее немножко подкрести, будет хорошо. Но, может быть, вы знаете, если видели мои прошлые лекции, что я вообще исхожу из такой позиции, что графика можно представить как борьбу и взаимодействие двух аспектов. Это аспект пересказываемый и аспект непересказываемый. То есть некая литература и некая форма, которую можно по-разному описывать. Каждый из этих аспектов состоит из своих каких-то множеств аспектов. Но как только мы начинаем говорить о не пересказываемом, то мы выходим на территорию, собственно говоря, абстракции. Это значит, что мы вычитаем из графики литературу, вычитаем из нее все, что мы можем произнести словами и начинаем обсуждать вещи, которые, собственно говоря, абстрактно. То есть отвлечены от всего, что нам понятно. Вот человечек, вот два человечка, вот один человечек бьет другого, вот мама мыла раму и так далее. То есть как только мы начинаем говорить о форме, мы должны максимально жестко отключиться от всех понятных нам образов и начать смотреть на картинку именно как на что-то абстрактное. Но при этом понятно, что если мы хотим как-то изучать искусство графики с той или иной позиции, нам нужно найти слова для того, чтобы ее описывать, для того, чтобы говорить об абстракции и как-то бы ее улучшать, уточнять, изучать, обсуждать и так далее. Опять же, делить ее на какие-то свои аспекты. Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить. Собственно, можно заглавить лекцию, как говорить, собственно, о форме. В каких терминах мы можем говорить о форме и как эти термины можно превратить в упражнения, так как их можно превратить в какие-то сценарии. Что такое эти аспекты, про которые я говорил? Это не что иное, как названные критерии качества. В данный момент мне важно, чтобы в моей работе заострилось качество литературы, чтобы она стала интереснее по сюжету, по истории, про матератургии, по эмоции, может быть, и так далее. Это значит, что каждый из этих слов становится для нас новым аспектом, и мы на него направляем лучше своего внимания. И процесс работы над любым изображением, он дробится на стадии, которые начинают... Они могут по-разному между собой взаимодействовать. Мы можем сказать, сначала я придумываю сюжет, потом я постепенно обращиваю его формой, уточняю эту форму и так далее. Можно быть наоборот, как у, например, я упомянул позже художника, как у самого Наламирса, который начинает с каких-то очень свободных рывков формы, и потом в них закладывает, насыщает их, населяет их какими-то деталями, какой-то понятной литературной, сюжетной какой-то жизнью, каким-то мясом. То есть сам по себе уже вот этот выбор порядка, в котором мы работаем над тем или иным аспектом графики, он очень важен. И это важный-важный аспект творческого метода. Строго говоря, вообще о творческом методе мы можем говорить именно как о порядке, в котором мы работаем над теми или иными аспектами, какие аспекты мы выбрасываем, каким аспектам мы придаем больше внимания и так далее. Но сегодня я буду говорить о тех аспектах, которые связаны с формой, но оказывается, что на самом-то деле абсолютно оторвать их от литературы тоже невозможно. Так или иначе, возникают моменты, когда эти моменты начинают притягиваться обратно к литературе, и когда в этих элементах формы возникают какие-то ассоциации, какие-то связи с тем, что мы, опять же, можем проговорить, можем произнести и так далее. Почему здесь эта картинка, значит, я расскажу, потому что, я, к сожалению, не принес этот текст, но не буду сейчас, лень в интернет за ним, это цитата из дневников Стреландора Дали, которого я не очень люблю как художника, я очень люблю как писателя. Он там описывает, что к нему пришел за автографом некий гражданин, они разговорились, и Дали спросил его, чем он занимается, он сказал, я китобой. Дали немедленно закричал, принесите мне, скорее, пришлите мне как можно больше позвонков кита, и пока он говорил эту фразу, он успел придумать тысячу способов, значит, 52 способа применить позвонки кита, среди которых был новый способ мочиться и новый способ живописи, новый вид живописи. То есть сама по себе форма, ну, то есть о чем речь, и при чем здесь этот позвонок кита, при том, что Сальвадор Дали, как бы, будучи, опять же, сюрреалистом, он представил себе масштаб этой штуки, да, сравнил ее с человеческим позвонком и понял, насколько вдохновляющей может быть эта форма, да, когда мы берем практически любую природную форму, она никогда не скучна, да, она всегда содержит в себе энергию, она всегда в себе содержит какие-то такие события, да, которые мы умом не можем придумать, да, мы не можем их придумать от перечисления каких-то понятных нам литературных аспектов, каких-то, знаков, символов и так далее. Вот, сейчас я разгонюсь постепенно. То есть, еще раз повторю, да, в природе форма никогда не скучна. Больше того, никакая форма, да, не минует стадию сравнения ее с какими-то знакомыми нам природными формами. По этому поводу я все время рассказываю, ну, это уже историю, вот, которая, мне кажется, очень интересна. Значит, история такая, некие исследователи, британские ученые, конечно, они исследовали, насколько хорошо дети и животные понимают, ну, какие-то базовые законы физики, насколько хорошо они понимают, как устроен вообще мир. Они изучали детей до года, до речи, да, то есть, до того момента, как их можно спросить, там, понимаешь ли ты, что такое гравитация, малыш, да, вот, или что-то еще. Вот, там были дети и какие-то птицы, по-моему, грачи или вороны, что-то, в общем, какие-то разумные, умные птицы. Им показывают такие картинки. И, поскольку, опять же, спросить их было нельзя, то ученые придумали очень интересный метод. Этот метод, мне кажется, сам дико интересный, да. Значит, они замеряли время, которое эти существа смотрели на изображение. Если им показывают такое изображение, они быстро теряют к нему интересу. Но если им показывают такое изображение, то они задерживали на нем внимание надолго, да. Они смотрели на него, потому что, очевидно, как, собственно, пытались и смогли доказать эти ученые, к сожалению, именит имен конкретных под рукой, как кто делает исследование, они ждали, что эта штука упадет, да. То есть, эта штука не работала по законам, которые им были интуитивно понятны, да. И это значит, что, в принципе, мы любое изображение воспринимаем как часть видимого мира, как часть, ну, знакомых нам явлений, да. Ну, понятно, что вроде мы выросли, да, в тот момент, как нам было меньше года, и мы не умели говорить, но на самом-то деле есть вещи, которые никогда в человеке не меняются, да. Если мы очень хорошо за, там, миллионы лет эволюции научились различать лица, например, там, мгновенно выхватываем, там, в траве или в какой-то визуальной каше какую-то симметрию, которая позволяет нам заключить, что это лицо, это очень важно для нас, мы это делаем очень легко, очень быстро. Мы легко различаем движение, мы легко различаем, что еще, фактуры, да, например. То есть, это вещь, которая связана с выживанием. Если мы не можем отличить лицо, да, буквально, там, мухи дрозофилы различают, там, типа, до сотни лиц, например. Если мы не различаем фактуры, значит, мы, там, прыгая на скользкий берег, да, можем погибнуть, упасть в воду. Там важно понимать, что это скользко, это шуршаво, значит, здесь более надежно и так далее. Что мы не умеем? Мы не умеем отличать изображение от неизображения, да, мы этот аман так и не научились раскалывать. Сознательно мы понимаем, что это, как бы, изображение на экране. Подсознательно мы понимаем, что это какие-то два куба, да, которые почему-то висят в воздухе и не падают. И самый интересный момент этого изображения, извините, исследования, ровно в том, что время, которое мы тратим на разглядывание этой вещи, да, на ожидание, что она разовьется каким-то понятным нам способом, да, как изменится понятным нам способом, что это само по себе есть мерил нашего интереса. Может быть, это банальная мысль. Мне кажется, что это не банальная мысль, мне кажется, что это очень интересная мысль, да, потому что, ну, классическая наука о композиции учит нас тому, что в картинке нужно искать гармонию, да, и, собственно, механизмы традиционной школы, да, они как раз движут художника к тому, чтобы создавать на листе сбалансированное гармоничное изображение, да, но оказывается, что это, собственно, может быть путем к потере внимания, да, зрителя. Если все хорошо, все комфортно, все благополучно, значит, как бы ничего неинтересно, да, значит, ничего не может произойти, эта история не может развиться, да. Вот эта картинка, то сейчас вы смотрите на нее и ждете, что эта штука упадет по-прежнему, да, несмотря на то, что вам больше одного года, видимо. То есть еще раз повторю, да, вот это время, которое мы тратим на смотрение, да, оно очень важно. И вообще, как бы это сформулировать, вообще, ну, время как категория, как один из аспектов вообще восприятия зрителям графики очень интересная тема, да, про нее у меня есть отдельная лекция уже там устаревшая морально, наверное, про нее сейчас я не буду много говорить, но мы воспринимаем графику не мгновенно, да, то есть какие-то вещи мы схватываем очень-очень быстро, но тем не менее, для нас, как бы, в графике всегда разворачиваются какие-то процессы, да, и мы можем не просто смотреть на картинку, да, и там сравнивать ее с чем-то или как-то ее осмысливать и читать, да, мы именно наблюдаем за процессами, которые в ней происходят. В данной ситуации это процесс, какая-то задержка вот этого падения, да, ну, понятно, примеров можно много приводить, это уже дальше не интересно. Ну, вот, один из моих любимых примеров, да, это работа, опять забыл, как его зовут, Джордж Холин, то есть, это как раз любимый пример того, как течет время в картинке, да, это бабушка бесконечно падает, да, на нее может смотреть бесконечно, и она никогда не надоест, да, потому что мы будем подсознательно ждать, что, как бы, вот сейчас, сейчас разрешится, да, и вот все эти складочки, да, они не просто, ну, как бы, добавляют какой-то иронии, какого-то смеха этой картинке, они именно создают анимацию в этой картинке, да, они фазуются друг к другу, если пользуются аниматорской технологией, терминологией, да, и создают вот это, как бы, дребезжание формы, да, которая добавляет динамики, да, то есть, несмотря на то, что эта картинка супер статичная, да, по композиции, как круг посреди прямоугольника, да, она мега динамичная за счет того, как именно, какими деталями они нарисованы, и в том числе за счет литературы, да, которые мы здесь видим, да, тут есть какие-то вот эти самые спидлайны, да, здесь есть, в принципе, ну, склон, который мы видим, да, но важна просто сама ситуация, да, которую мы, как бы, пытаемся достроить, да, и угадать ее продолжение. Ну, так вот, если мы посмотрим на почти любую графику, да, то в любой графике мы можем найти некую метафору того, что, вернее так, не в графике, а вне ее мы можем найти сравнение ее с тем, что она нам напоминает, да, в мире. То есть, ну, первая, первая мысль, которую я хочу произнести, да, что всегда, чтобы понять, чтобы как-то осмыслить, проговорить, да, и проанализировать форму, мы должны найти метафору, которая, как бы, что соответствует ей в реальном мире. Мой товарищ и коллега Кирилл Благодарских, да, выдающийся, замечательный плакатист, когда пришел ко мне на курс преподавать плакат, он на вопрос, что самое главное в плакате, сказал следующее. Самое главное в плакате это совокупная фактурная характеристика, вот, на что я, значит, первая мысль мела, вот зануда, я, вот, потом подумал еще и понял, что, в общем, на самом деле трудно сформулировать лучше. Дело в том, что речь не просто о фактуре, речь именно о сумме фактур, которые находятся в листе, так или иначе, да, которые как-то могут перетекать одна в другую, как-то взаимодействовать, да, и создавать, собственно, весь мир вот этого изображения, да, которое мы наблюдаем. Потому что, как бы, одной фактурой нельзя это описать, да, то есть любой плакат, в принципе, любая почти графика, это некое окошко, на самом деле, любая графика, но тут есть некие оговорки, про которые я потом, может быть, скажу. Это окошко в некий мир, да, который часто устроен не так, как мы привыкли, да, он не похож на наш мир, да, в нем другие, по-другому устроен свет, цвет, господи, гравитация, да, по-другому движутся предметы, по-другой они формы и так дальше. Но осмыслить мы их можем только сравнивая с тем, что нам и так знакомо. Ну, вот, пример, это работа Дэйва Купера, один из моих любимых комиксистов, на самом-то деле, да, который стал одним из моих любимых живописцев последние, там, лет 10, и, ну, вы видите, да, что здесь мы наблюдаем рост, да, причем рост какой-то очень конкретной вещи, это, ну, если я правильно понимаю, это грибы-слизевики, да, которые отличаются от обычных, это, на самом деле, не грибы, да, есть там растения, животные, грибы и слизевики, это какая-то отдельная жизнь, которая умеет перемещаться с места на место, их очень долго считали грибами, потом перестали, вот, но дело не важно, да, дело в том, что каждый вот этот вот объект, да, каждый вот этот элемент, это не просто отдельные элементы, да, это разные фазы этого процесса, то есть мы видим на этом листе именно жизнь этих слизевиков, ну, таких Куперовских специфических слизевиков, вот, то есть как они изгибаются, как они, как бы, что они делают, да, они перетекают из одного в другой, да, растут, увеличиваются, двигаются и так дальше, и так дальше, вот, у Купера вообще, ну, он очень мощный художник, да, ему свойственно такая специфическая, вы не говорите, эротика, да, ну, там, я не знаю, видно вам, но там они в каких-то таких презервативах, да, то есть это какие-то, там, девушки, осьминожки, какая-то, значит, такая эротическая, странная грибная жизнь, вот, и мы видим, ну, здесь, как бы, и рост, и движение вот этой всей волны, да, из, то есть именно повторение, да, в этой форме, в этом листе похожих, как бы, по дизайну, по устройству персонажей, да, создает анимацию в нем, то есть ползая взглядом по этой, как бы, сопле, да, мы переживаем, ну, как бы, наблюдаем их движение, да, если мы представим себе некую каретку внимания, да, которая перемещается, да, и в фокусе ее оказывается то один, то другой персонаж, да, ну, то есть вроде бы я сейчас про другое, но на самом деле это все одна история, то есть таким образом создается ритм в листе, да, когда у нас за счет повторений, и это не метафора, ритм это не метафора, да, когда мы говорим о ритме, это ровно то же, что происходит в музыке, ровно то же, что происходит в стихе и в прозе и так далее, то есть это именно музыка повторение похожих элементов ну вот если говорить о то есть я сейчас говорил так скажем о биологическом процессе процесс могут физически может процесс кристаллизации это может быть процесс стекания плавление это может быть я сейчас покажу пример это может быть процесс я не знаю распада разлома крашения и так далее так далее все эти слова да вот эти как некие метафоры того что мы изображаем они могут быть как очень хорошим подспорьем в анализе той графики который нам кажется чудом на самом деле вполне осмысливо его и они могут быть самым первым движением до к тому впечатлению которым от зрителя хотим добиться потому что конечно и да ну зритель всегда неизбежно ищет наших работ к литературу но первое впечатление на создается именно на уровне вот этой совокупной факторной характеристики до вот этой суммы того что визуально в листе происходит но вот более такой простой пример это брайан биггс известный как мистер биггс хороший детский иллюстратор американский не сказать что какой-то особо оригинально посмотрите как у него устроена именно форма именно опять же совокупной факторной характеристики то есть завещу скоб когда что фактура здесь это не только ну там смешные и цветочки да и то что здесь плоскими плашками все сделано но и сама форма и количество деталей на и формате детали их там взаимное как бы количество пустот между ними и так далее то есть если мы посмотрим на этот мир и попробуем описать его с точки зрения ну просто физики и физики материал довольно очевидно что мир резину он надувной если хотите дал довольно упругий и для детской книги это очень удачное решение потому что но дети я не знаю что любят дети на самом деле я знаю что любят их родители но как бы для ребенка этот мир кажется абсолютно безопасным комфортным и удобно то есть если нас в этом мире собьет машина мы смешно отпрыгнем от асфальта да и некоторое время будем ну то есть и здесь это не только в форме заключено да то есть как бы вот как как перечислены эти вот ведь там какой-то помидорчик да он выпрыгнул мы за него совершенно не переживаем он не расплющится понимаете он отпрыгнет как мячик и все с ним будет хорошо но вроде внимание как нарисованы ботинки у этих людей видите они мало того что надувные резиновые они еще и блин ну у них пятка такая же длинная как носок то есть он не может упасть принципе человек они все немножко так подпрыгнут то есть эрот лист да он работа как они как мультфильм и это один из ответов на тот вопрос почему графика не анимированная не интерактивная не трехмер до сих пор не вымерла да потому что она работает на самом деле она требует меньшего усилия да и чудо все равно происходит чудо все равно чудо мы все равно можем добиться малыми малыми средствами до создать вот это вот это ощущение вот совершенно нового ну или так скажем не нового может быть поскольку она нам знакома да как нам знакомые резиновые объекты но новое по количеству этой резины да и по ее жизнеподобие человечки которые резиновые тем не менее живые тем не менее они прыгучие тогда ну или вот это самый давид рапано французский художник очень хорошо он рисует только но я не знаю может быть я не видел вопросы только бога увидел он рисует таких каких-то видимо не очень благополучных французский молодых людей вот и у него сама ткань формы она так скажем так так сделала до чтобы напоминать хром ртуть тогда ляги металлический то есть если убийца у них разные задачи они пытаются добиться разных эффектов и то как они работают с формой очень жестко привязаны к интонации картинки то есть мы не просто видим наблюдаем какую-то форму мы ее переживаем как некое эмоциональное для нас событий но мне трудно сказать как бы словами опять же описать как какую эмоцию переживаем но эти штуки холодный да они на ощупь как бы гладкие блестящие хромированные тогда и это уже ну превращает их есть хотите в роботов хотите в инопланетян хотите в богов дальше уже ваша собственная ассоциация для меня это ну просто какие-то стран такие куклы металлические которые странным каким-то образом живут вот и вот эти складки форм то есть это это не металл очевидно скорее это именно ртуть надо какая-то такая надувная странная ртуть с точки зрения вот этой материальности этого мира в нашем мире аналога найти трудно надо можно да может быть я не так хорошо знаю какие химию да может быть этот аналог может он просто очень недолго живущий да это там какой-то момент когда у нас кипит не знаю литий может быть он как раз что-то подобное увидел и построил на этом свою графику не знаю но очевидно что какие-то химические процессы да могут нам подсказать новые небывалые решения новые небывалые вот эти фактурные характеристики вот еще один купер он вообще очень любит видите да писать целлюлит но мне кажется это это тоже не просто его так скажем увлечение не просто какой-то эротический фетиш на но именно какая-то специфическая физика этого мира и били биологии этого мира да для него очень важно вот если вы посмотрите его комиксы мне сейчас не за не взял но у него вот это теоретическое напряжение да буквально в каждом кустике да и нам интерес что он при этом а ну вот придет делать детские книжки такие же абсолютно но идет под псевдонимом чтобы значит не дай бог родители не заподозришь покупают книжку даю купер ну вот если мы говорим о форме образования да понятно что вот у батера что-то похожее происходит они тоже такие округлые надувные пухлые какие-то вот но устройство всем другое такие именно как бы я не знаю что окорока да или какие-то фрукты скорее даже персики вот то есть то что все объекты включая крону дерево на на дуто изнутри догоним они пухлые да вот у них тоже есть такая специфическая ротик но это совсем не та эротик что у биггс то есть масса элементов до которые создают вот эту эту сумму впечатлений мебиус понятно что вот ну батера и ну меньше степени купер но в большей степени биггс я могу продолжать список и сейчас собственно говоря буду показывать примеры это люди у которых материальность этого мира физику этого мира или биологию этого мира легко осмыслить они понятные когда художник занимается чем-то более сложным чем повторяющимся создание как бы создание повторяющегося для нас впечатления биггс ну то есть понятно рассказать это истории против человечка но например мебиус дал не может себе позволить создавать все время одно и то же впечатление у него просто эмоционально очень по-разному может быть устроена там устроены разные места в одном и том же комик это сложный художник да и ну и на самом деле один из самых богатых фантазии как бога сложных со самой богатой фантазии художник на свете самый большой художник на свете что вот и у него конечно нельзя выделить так явно эту форму но определенная как бы склонность ее к она довольно жидкая как ни странно и течет она при этом все вверх то есть у нее все время есть такой какой-то она все норовит подчиниться какой-то обратной небесной гравитации и это не всегда заметно в сумме это заметно хорошо если вы почитаете любые комиксы мебиуса это присутствует очень отчетливо и это создает но для меня вот как бы комиксы мебиуса это почти религиозный такой опыт да то есть в них как вот есть этот звон который иногда там в церкви чувствуешь на какой-то когда-то какие-то нити золотые до тянутся там из пола в потолок тогда то есть это божественно искусственно ровно в том числе и поэтому на что у них есть какая-то вот эту вывернута наизнанку гравитации лоренцом а тот еще один художник очень сложный и богатый какими-то разнообразными решениями но всегда узнаваемый именно по вот этой метафоре формы даже если он там ну здесь это пастель где-то это там карандаш или тушили что-то но всегда его форма ощущается как бы наполненный ветром каким-то давние всегда есть как бы ощущение что это как простыня про встряхнули да и вот поймали в момент вот этого как бы прохождения сквозь нее вот это вот этого удар то есть этот пример может быть более яркий где здесь просто тряпка нарисована да но если мы возьмем и более сложный пример у них тоже это присутствует не само пространство мнется как вот эта простыня да то есть причем она может в разных направлениях чем ну да если там вот этот мужчина убитые и женщина они подчинены одной синусоиде да пространство причинен другой синусоиде ворон третий но они все как бы просто находятся в каком-то не синхронизированным а в каком-то резонансе что ли ну то есть мототти умеет делать как никто просто то есть опять же его узнаваемость и вот эта пластичность форм всегда гарантированно у него она не запирает его совершенно в какие-то узкие решения то есть это отдельный целый мир да в котором он может очень богат очень сложно играть с формой до из рассказывать любые сложные истории ну вот еще один мотать чем заметила что это ну это лист из комикса то есть в каждом фрейме до в каждом фрагменте у нас есть свое движение и при этом есть общее движение во всем листе в целом на кучу очень сложная наворочить но вообще как сказать первый совет который могу дать любой непонятной ситуации смотрите мототе всегда вдохновляет всегда помогает разобраться что собственно делать томир ханука тоже тоже это должны он сложный художник то есть понять что это не реалистично рисовать на это такое как бы довольно стилизованное и гортескность ходить рисование но все-таки она гораздо ближе к чему то что нам так скажем понятно но мне вот его работа очень сильно все напоминают о таких найти как не называется но в общем надувные такие фигуры которые у супермаркет стоят да они такие то это не тоже немножко надувные но не вялые то есть они немножко всегда как будут в этой фазе находится до а падение до какого-то то есть них немножко не хватает этого воздуха то есть то как он работает именно сатам со складками формы да в них тоже есть ветерок очень хороший приятно но это такой более более легкий не надутый не не перекачивать рок артем крепкий хочу смотреть еще раз в этой первой части да я просто сейчас называю некоторые метафоры до которые ну которые мы можем применить любого вашего любимого художника наверняка можно описать с какими-то с каких таких позиций из какой такой терминологии вот просто сделайте это вам уже будет понять чего хотите от своих работ добиться но здесь на самом деле все понятно здесь артему как никто умеет создать туман да в котором тонут из которого выступают эти фигуры объекты и ну вот то что делает артем то что делал сужение как-то перестал по крайней мере выкладывать да и это совершенно особенный опыт да и совершенно особенное столкновение с каким-то вот миром вот этого дыма до мира какого тумана и даже не все его работы на самом деле так так устроены но именно за них я его так полюбил крепко когда-то и действительно никто так не умеет никто это так не делал никто так не придумал как как сделать ластик ключом к самостоятельной эстетики галя панченко тоже один из любимейших моих художников но мы ее обсуждали она очень как бы такой им царь человек когда мы обсуждали эти работы с студентами моими они мне вдруг сказать что это холодные работы нет был как бы совершенно никак не вниз не стыковалась с тем что ну с моим знакомством с галей с моим как бы знанием то ее как человека но не сильно очень как бы ледяные сейчас не все да то есть здесь как бы конкретно в этой вещи и некоторых других она создает ощущение вот этого льда до который очень как скажем причем льда который замерз до из текущей воды это уже не текущего да он он как бы замер но в нем есть при этом и ощущение движения и ощущение гладкости и ощущение холода созданное очень остро при этом смотрите иногда процесс о котором мы говорим в графике это процесс которым эта графика сделал про купер трудно это сказать потому что там каждый не знаю плечо каждая тенюшка каждый там контур и так далее они выписаны отдельным внимательным таким вдумчивым движением но иногда графика устроена так что мы сквозь нее переживаем именно движение автора именно жест этого ну классический пример это ральф стэдман да который просто вот мы можем легко увидеть каким движением это сделано да как плещет краска как как бы случайно двигается движется его рука как как он создает вот эту динамику в листе просто движись сам как бы очень очень активно причем все они кто был на нон-фикшен на лекции буду она да он все время там он рисует стоя да у него там стоячий стол он все время шевелится танцует и так далее но по его работам это так остро не ощущается то есть совершенно не обязательно для этого как-то плясать двигаться но у стэдмана это как ни у кого остро ощущается да вот эта динамика и вот это как бы огромная энергия в движении причем это книжка называется но гунта свой гаке то есть негде раскрутить кота там сидят в этой маленькой комнате меч мечтают о том как он раскрутит кота ну вами ту лично здесь ну проведу еще отдельные можете сами разговаривать но здесь мы видим просто как кладет мазок до кисть каким изящным таким женским японским движением да он каждый штрих наносит на и само нажатие на кисть как распределяется тогда то есть кайф от работ метурища в большой степени это кайф от наблюдения за тем как метурищ работа мы не можем это сделать с помощью видео но можем сделать просто додумывая его работы но и для меня вообще работа графика работ художника начинается с ну и я не знаю иди мне подлежьте начать просто смотрение просто если мы когда мы говорим о рисунке с натуры понятно мы смотрим на модель на что мы смотрим когда мы создаем не знаю иллюстрацию или какую детскую книгу но мы смотрим то что мы любим мы смотрим на что-то что у нас как бы вертится в голове на как мы иногда как один из моих коллег и преподавателей с лауса океан просто учить медитировать студент данным наш на над чем-то что они придумали но вот этот опыт наблюдения за художником сквозь его работу да он очень важен и это на самом деле начало такой как бы качественных вдучивой зрительской работы ну то есть один из важнейших ее так скажем аспект сразу оговорюсь до что я сейчас буду говорить про форму это не обязательно означает только силуэт формы мы понятно что силуэт это важный элемент и на нем много всего может интересно происходить но тон это такая же форма на просто находящаяся в плоскости перпендикулярно листу а если очень такими математическими терминами оперировать то есть это просто вот это вот что здесь происходит причем если опять же от майк ли хороший художник мне очень нравится такой художник одного трюка да еще между нами но очень мощного да и действительно видно как этот человек наслаждается этим трюком да он просто любит это делать но вот у меня ассоциация прямая с лава ламп тоже называется да я не знаю как по-русски лавовая лампа да когда воск плавится в я не знаю в чем он плавится в масле как он и вот это бесконечная зыбкость до этих форм на нас здесь несмотря на то что мы видим их зафиксированными вы тем не менее чувствуем что следующую секунду они изменятся и превратятся во что-то другое и обратить внимание что мы легко заключаем да то здесь есть силуэт там более крупный на нем более не маленькая сразу там человека человеческое там туловище и голова здесь есть еще какие-то подсказки да там майка или там что-то но здесь уже он потерял форму то есть мы наблюдаем его процессе хотите хотите распада хотите наоборот собирание в человечка да из каких-то пузырей но важно еще и вот что если вы посмотрите лист увидеть что здесь очень остро нарисована тень до с ну от этой головы но анализу нечестно то есть это все как бы довольно это фальшивая светотень она не не пытается создать честную конструкцию данном здесь учат источник света здесь у нас своя здесь у нас падающие тени тогда это обман да но для зрителя совершенно это наплевать он продолжает получать свое удовольствие от этих как бы от как бы набухание да и взаимного какого-то взаимной метаморфозы и форм вот несмотря на то что они как бы обманывать его да то есть он просто градиентами заливать края до этого достаточно чтобы создать убедительную форму любой градиент до который мы возьмем да он нам сразу даст изгиб вот этой формы и как бы они не сложились сумме да мы все равно будем ощущать что здесь присутствует объем иногда в работах это авторах авторов мы найдем примеры того как намеренно ломается вот это ожидание да то есть мы как бы видим вроде бы источник света да но все подчинено другой какой-то логике данном сломанной логике но может быть час мы увидим этот пример честно не по вкусу просто взял нельзя вот еще один майк ли здесь то есть как бы здесь уже не так остро ощущается это лавовая лампа потому что нету не за да но метафора остается той же иногда как раз чтобы понять как работает как от графику художника тут стоит сколько-то его работа в какой-то из них найти эту метафору и дальше попробовать применить ее к остальным это правда может сработать м ларсон в инстаграме называется зебра кадебра очень хороший интерес художник абстрактный но вы видите что здесь эти градиенты созданы уже нечестным каким-то ну там штриховкой или чем а просто растеканием воды до в мокрой бумаге и с одной стороны мы просто ну как бы наслаждаемся каким-то приятной фактуры этого да с другой стороны мы переживают картинка к объемную картинку то есть вот этот градиент он все равно дает нам ощущение объем хотя мы его таким образом не осознаем но тем не менее мы ощущаем что там есть яма здесь выпуклость и так далее но здесь очень важный момент вот какой как и в работах купера мы здесь не просто наблюдаем за какой-то игрой формы движением линий пятен так далее мы наблюдаем опять же естественный процесс растекания воды мы видим как она растворяется в этой тушь который растворяется в воде мы тоже видим разные ее стадии да и мы как бы ощущаем как движущийся не 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 зафиксированный процесс вот это очень интересно я все знают теперь мои новые любимые истории все знают шутку про то что может смотреть бесконечно на три вещи это огонь вода и чужая работа это вода на нее может смотреть бесконечно то как она себя ведет мы здесь наблюдаем естественный процесс в разных его стадиях да и для нас он не прекращается ну в рамках этой метафоры это огонь это как бы энергия которую художник сам вкладывать ну про чужую работу чуть позже вот она чужая работа зрители вообще очень любит занудство ну мы с вами как зрители на самом деле очень любит очень странная картинка давно я имею ввиду трудно ее оценивать позиции там не знаю анатомии или композиции чего-то но занудство в ней настолько как бы классная да что мы тоже на нем можно смотреть часами то есть здесь мы смотрим часами на чужую работу надо было отдельно лекцию сделать называется огонь и вода и чужая работа но не успел этот си же си джей пайл художник из категории как искать из породы так называемых аутсайдера артис за то есть это художник не наивные да как то что называется арт-брюд или искусство аутсайдеров так далее но современные вполне успешный художник и сейчас в общем мы понимаем что искусство усилив вполне инкорпорирована да вообще в общую графическую культуру да и мы у нее учимся но я про это говорил в прошлой лекции здесь не здесь но там шла речь как раз о том как маша красного шабаева выращивать какие-то элементы своей эстетики из генри дарджера например можно много на самом деле найти но это просто один из свежих так скажем свежих пополнений ну там тоже лет 70 уже но не он но в общем вот это занос вода здесь уже как бы не нам не нужна фактура нам не нужна какая-то естественная жизнь краски до естественное течение краски но понятно что если мы здесь включим какое-то такое занос вода то это работа погибнет ну можем конечно построить его на контрасте фактур на контрасте как бы разных логик здесь уже так много всего происходит там уже так так классно это все наблюдать до что нам больше ничего не надо это очень простые быстро сделанные вещи да но очень эффектные не правда ли часы джей павел понятно ну наверно мы легко найдем здесь метафору да или там или это канатики или колбаски или что это там пластилин как хотите то есть с одной стороны нет здесь попытки создать ну какую-то иллюзию до что это собран из чего но люди тем не менее возникает она всегда возникает и всегда мы ищем мысленно да ну сравнение и находим его связанием или с какими-то не знаю у кого что в памяти ближе всего окажется вот джульет барбанегра барбанегра обратите внимание что у нее очень интересное такое подчеркну плоское пространство она тоже то есть каждый отдельный объект он объемен каждый отдельный листик он объемен да но в целом это такая штука зажатая между двух стекол да как я не знаю что пластилин и это создает очень интересный мне кажется контраст между подчеркнутой объемностью как бы элементов да и подчеркнутой плоскостностью всего в целом следующий вопрос да то есть как мы вообще можем осмыслить опять же ну саму форму если вычесть вот это общее впечатление на то есть я уже говорил про ритм это значит что каждый отдельный элемент этого ритма да он как бы является ключом к форме в целом иногда ну вот как случае с глазка тут тут уже метафор найти трудно но логика формы здесь очень просто и очень понятно да здесь мы действительно ну вы видите что он все весь все собрано из таких как бы дуг да видите не дуга как сказать таких долек как яблочная долька да и он как бы как из конструктора собирает своих персонажей свои все объекты из этих дольк и вот и ну во первых это классно потому что это удобно для него то есть это этот этот метод удобен для именно коммерческой иллюстрации то что позволяет там ну легко как бы создавать ритмичные вкусные картинки но интересно еще то что ну вот сама музыка до этих этих форм на само повторение их форм создает очень внятный понятный ритм и мы наблюдаем за тем как он справляется с этой хитрой задачей собрать человечка из этих домик он где-то где надо и он он их оставляет где надо он рисует там кружочки и что хочет он рисует вот но в целом эту игру он не прекращает то есть для нас когда мы смотрим на эту картинку мы не просто видим человечка мы первое что мы делаем мы настраиваемся на эти правила игры ну то есть да мы считаем человечка потому что есть две ноги и голова но дальше мы как бы настраиваемся там понимаем то есть писать что вы там вдруг увидели по телевизору футбол первые десять минут никогда не видели футбол не знаю что это такое с первые 10 минут нам нужно просто понять зачем они бегают туда-сюда как только мы поняли это да мы начинаем получать совершенно другое удовольствие от этого процесса от наблюдения за этим процесс вот это еще один пример того как ну я не знаю вдумчивое смотрение да может создать другой опыт для вас но смотрите это не может другой техники сделано с другой и скажем так интонацией да и здесь уже как раз вода потекла то есть мы видим вот этот кайф но в данном случае ну в случае глазка работа состоит именно вот в этом остроумном поиске решения да как он соберет это из вот этих долек как он их применит опять же примеров миллиона и собственно этих форм можно придумать миллион да это может быть какие-то такие не знаю мягкие восьмерки пульсирующие да это могут быть треугольники это могут быть не за надутые треугольники представьте себе это могут быть какие-то зубчатые конструкции так далее но вот у вагенбрита у него всегда собрано из того геометричных как бы объекта все право генбрита много тоже можно разговаривать да и у него очень интересно всегда взломано пространство да он подчеркнуто использует ну обратную перспективу если хотите да на самом деле просто как бы рисует как бы линии как хочет когда в москве спросили специально ли он использует обратную перспективу сказал впервые слышу ну соврал соврал вот на самом деле все все узнает вот но вы видите да как здесь повторяются то есть вот во первых здесь повторяются углы да то здесь есть модули еще как как бы каких-то форм которые уложены под определенными углами в листе и здесь есть такое навязчивое повторение горизонтали везде на которая собственно держит очень жестко структуру этого листа но это еще отдельный разговор по который чуть ниже ну собственно этот разговор то есть сетка это не та же сетка которая бывает граф дизайне но тем не менее нам если мы попробуем поговорить об этом в терминах опять же физики и химии то это что-то больше похожее на силовое электромагнитное поле в котором как бы норовят уложиться все объекты нашем листе ну то есть у вагенбрита она так скажем скорее направлено горизонтально но опять же эта картинка которая подчернута взорвана давние все полная кашина если вы посмотрите на другие работы они там более жестко мог быть структурированы не специально не стал показывать но иногда просто ну она может быть очень простой у нас как бы есть сетка собрана из простых как бы квадратов до в которые все укладывается стейнберг на самом деле ну второй совет любой непонятной ситуации смотри стейнберга назвали первый сначала смотри стейнберга потом смотри мототе он король пластического остроумия да то есть это самый нельзя сказать что это самый остроумный художник художник который кидает на пластическое остроумие больше всего сил да это центр центр его творческого метода центр его так скажем творческого аппарата каждая картинка стейнберга это пластический анекдот это как бы некая пластическая шутка понятно здесь все понятно но обратить внимание на рифму вот этого этого и этого и фактуру которая там где-то отбивается да как смешно то есть очень просто все устроено но при этом очень смешно то есть мы понимаем что вроде как бы ну не перескажешь никому да так как как бы нельзя это осмыслить как анекдот это анекдот но вот мы этих хьюстон тоже мне очень нравится художник но видите да как по одним и тем же линиям настроен человек да и то есть остальные они там не каждая и своя так скажем картинка да причем эта женщина да она как бы в рамку заключена там ногой этого персонажа она своей там жизнь уже и эти тоже вот из него всегда все очень хорошо так разнесено аккуратно да в каждой в свой фрагменте но в работах хьюстона как и многие другие художники вагенбрета мы можем наблюдать борьбу на литературы с формой мы как бы видим как он создавая вот эту вот ну такую абстрактную нелепую какую-то геометрическую форму на загоняет в нее своих персонажей и что первично что вторично большой вопрос на персонажи или форм но в этот раз он решил нарисовать людей на пляже да и подчинил их какой-то очень простой такой геометрии ну вот очень очень веселый и очень островный художник мне очень нравится вот такой более мощный рисовальщик испанский пока геменос я думаю ничего не надо объяснять все понятно все как бы перспективы редкий про случай перспективы направленной вниз и вдаль да там ну как бы именно мы сверху не смотрим какой в принципе перспективная сетка как раз способ подчинить до все объекты в нашем изображении не реконструкции пространства и ну здесь просто это не там не город условно говоря не пейзаж а именно один человек который как бы подчинен весь этой 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 сетке и все 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 в этом листе да она намотана на какие-то одни и те же линии и это тоже как бы классно не не просто потому что он хорошо умеет рисовать да потому что он задники правила игры специфические до которыми ну согласно которым мы воспринимают картину и замечу в скобках да что ну скажем там волосы девушки да не подчинены опять же гравитации сходящейся туда вниз к центру рука не подчинена и это как бы рука она создает как раз вот некое напряжение здесь на некой момент когда у нас вдруг литература повреждает форме ходить на то есть я имею ввиду что именно взлом вот этой логики да он тоже создает дополнительное событие дополнительное напряжение многими нас прям интересно мощно вот виталий куликов один из очень интересных рисовать но он интересен очень много чем если я не ошибаюсь то эти дамы нарисованы из головы не с натуры но наверняка на основе каких-то рисунков с натуры с него много такого рисовать с натуры он конечно с тоном потрясающе работает и он прям иногда так скажем обводит блик да чтобы прям засиял вот но посмотрите именно на то как он строит от каких-то одних и тех же линий ну то есть опять же возвращаясь к разговору о том что первично что вторично скорее всего начинается все с рисование с натуры в котором проявляется вот эта сетка структура и потом мы начинаем уже с нее заново да то есть она становится некой самоцелью до этого нового изображения она становится неким событием ради которого мы начинаем работу над новой картинкой ну то есть большие мастера рисунка да они умеют это со сделать ну в одном листе да то есть начать так как бы зыбко до чтобы это рисунок позволил им до создать как бы жесткое напряжение ну то есть вот как бы степень в стилизации у куликова да она скажем ну это высокая большая степень стилизации вот понятно что каждый художник ну там больше или меньше добавляет этой игры на свою работу там кто-то пытается вообще от нее уклониться до сделать какие более реалистичные на самом деле даже когда мы рисуем очень честно и очень внимательно и очень стараемся скажем так ну честно изобразить нашу нашу модель да или там что чтобы мы не рисовали наше какое-то внутреннее чувство гармонии на наше стремление какого-то объединению до какому-то упрощению и ритмизации до листа мы его тоже не вполне часто сознаем вот мы неизбежно его включаем да мы неизбежно экономим линии мы неизбежно объединяем до одной линии там несколько штук и так далее вот но и опять же этот процесс стоит так скажем осознать и осмыслить куликову еще интересен тем что он с очень большим вниманием относится контур форме и я забыл сейчас не быстро я приду или медленно к этому давайте потом к этому вернусь действительно ну вот пример еще один это чарльз харпер это выдающийся такой художник анималист на он рисует по моему только зверей вот и он их очень так скажем глубоко стилизует но вы видите на что здесь мы наблюдаем три или четыре разных повторяющихся формы условно этот ритм точек или не соединяющих их до ритм вот этих вот как бы плоских ритм как бы внутри почта неважно они все взаимодействуют да но при этом это супер честный по отношению к этому богомолу изображение он очень внимательно его рисует то есть для него природа не забор на сквозь который нельзя выйти наоборот источник вдохновения то есть для него любое зверь это повод для игры форм до повод для какой-то ритмической музыкальной композиции эти хотите понятно но про джим фору тоже можно много разговаривать да и в какой-то степени это даже много очень важно вообще-то иллюстратор для современной иллюстрации потому что от него ноги растут у тима бискупа и у десятка еще таких заметных художников вот посмотрите как здесь он создает очень такую ритмичную игру формы да и она вся у него очень плоская да все на его укладывает как пазл до одну другой потому что он может потому что такой логикой форма может любого кота загнать в любую в любую геометрическую форму будь то треугольник или прямоугольник или другой прямоугольник вот но при этом он еще и взламывает их с помощью цвета с помощью тона и так далее он добавляет внутри этих форм дополнительной игры ну посмотрим адельсон интересен много чем хорош художник вот но у него тоже тоже ход как бы очень такой вне на первых это конечно та самая чужая работа мы очень любим занудство очень любит смотреть как художник перечисляет какие-то завитушки и так далее вот но уже говорил сюда что продни вам говорить есть у нас давно и во мне да и во многих арт директорах во многих заказчиках да вот это желание оценивать работу по количеству вложенных труда часов да в каждом квадратный сантиметр это нормально это как бы так так уж есть но опять же возвращаясь к метафоре биологического процесса да здесь вот понятно что это обрастание кораллами да вот это как бы чтобы что бы ни было да но всегда у него очень как бы пышно да по форме там много всего на нем растет и это как раз роднит его работы с барокко и рококо да которые как раз очень активно вдохновлялись морской всякой живностью ну то есть это прям спал я забыл то ли барокко то ли ракоко это раковина морская что не помнишь кто из них ракоко ракоко вот а вот сейчас сейчас немножко сбил смысле но тут дело в общем мы действительно не про не только мы можем придумать любой модуль да но иногда жизнь придумывает за нас иногда жизнь дает некие элементы с которым мы вынуждены это может быть там лего например это может быть не знаю веточки какие-нибудь да это может быть ну что угодно на любой конструктор собственно говоря да может стать на 1 художественный материал ну все вы знаете да откуда взялся пиксель арт да сначала он там появился самых примитивных мониторах да потом он опять перевелся примитивных мониторах мобильных телефонов то есть он пережил уже там не первую и не знаю сейчас на в часах появляется опять на себя какая-то штука который очень удобно для графики с низким разрешением с низким количеством пикселей и вот сопротивление материал вот это как бы давление формы давление модуля формы на ну литература то что мы хотим рассказать до знала целую большую эстетику которая там на которой выросли многие многие художники ну просто потому что играли в детстве в компьютерные игры до построены на как бы вот этой изометрической пиксельной истории интересно как она сейчас трансформируется в современный график который уже этого сопротивления не испытывают в которых ты уже нет этой проблемы да что обязательно должна линия идти под 45 градусов или под там 30 и 60 но вот эти вы видите да что он как бы играет в ту же самую изометрию но она уже у него такая подкисшая на немножко она у него подтаявшая если хотите то есть логика формы взята из пиксель арта но метафора формы другая это уже такая как бы немножко ну я уж не знаю что расставишь и мороженое или какой-то черт узнает полопал как плаву да когда не плаву на плавник когда дерево сколько полежала в воде до столкновение ну мне кажется очень смешным и интересным и она действительно показывает что таких слов не может быть бесконечное количество когда мы берем одну логику формы придаем и другую логику материала да бабац и у нас появляется новая неожиданная эстетика как неожиданная но она смешная клево а вот ли хеслер тоже выросший на пиксель арте но уже создающий наоборот такую металлическую какую-то графику на которая тоже холодная тоже стальная тоже полированная ну как не тоже да ну что-то похожее удар по нам и видели но там была совсем совсем другая история ну то есть логика формы слоги материал может сочетаться очень по-разному и может считать очень интересно эмпатия причем не симпатия дело в том что мы воспринимаем форму мы не только сравниваем ее с какими знакомыми нам материалами и объектами и живностью мы сравним ее собственно сами с собой мы пытаемся ей найти ну верно наш мозг да он как бы находит какие-то знакомые в ней ощущения скажем так иногда ну вот пример который мне попался недавно понятно что мы вряд ли прямо уже очеловечиваем эти эти подушки на самом деле человечек как них есть голова в обоих да но мы как бы глядя на ним не нужно было в эту картинку показать я знаю извините мы испытываем как бы расслабление усталость что хотите мы как бы сочувствуем этим подушкам понимаете то есть мы не просто хотим лечь на них мы как бы сопереживаем мы хотим их обнять и утешить и совсем другой пример да это там римские греческие колонны когда ну если вы были в каком греческом храме да то сюда немножко заставляют распрямиться плечи расправить да потому что это что который тянет нас буквально вверх да то есть эта форма которая умеет человека заставлять распрямиться это очень круто тоже вот но как это работает в графике например супермен да который он не просто мускулистый какой-то качок да он немножко римская колонна он заставляет нас вместе с ним так скажем почувствовать себя качками и так далее и ну поскольку сейчас я боюсь соврать каком году появился бермен но в принципе это было время в общем подготовки к войне и общество как бы ну как милитаризировать то есть это тоже было не случайность это было не в неком резонансе с какими-то процессами происходящими в обществе он действительно он как бы заставлял почувствовать себя а вот уже поздний супергерой мой любимый супергерой хелл бой не знаю сейчас его снимают новый фильм про него я не знаю что получится или не получится вроде бы обещали что сделают честно поменьоре да не как дель тора сделал его но холл бой то есть понять что он как бы накачанный огромный дядька да ну как бы черт но он дико усталый мать он значит мечется по миру лбой борец этой нечистью так она его достала понимаетесь понятно по его пользу уже до что он скорее этот мешок на чем там римская колонна или что-то еще ну то есть понятно что когда мы когда мы видим хелл боя дамы мы уже уже его форма для нас уже его узнаваемый силуэт окрашивали на все что происходит определенной интонацией это трудно сделать ну там скажем в более абстрактной графике да но там тоже происходит то есть даже эти человечка у майка ли вот эти восковые да в лавовой лампе они все равно заставляют нас как-то повторить свое движение за ними да их то что что они такие перекошенные плывущие да мы все равно за ними немножко начинаем это повторять но возвращаемся к разговору про ритм да и понятно что любой художник многословный да он вынужден про создавать ритм какой-то в листе она иначе просто лист развалит это как только у нас возникает там энное количество элементов но у уильямса это часто ритм вот этих вот кружочков разной формы да и опять же они не просто повторяются да и не просто много красивых кружочков они пульсируют да они для нас как бы вот в этой каретке внимания превращаются расцветают какими-то цветами и так далее но что-то похоже происходит у миро да но совсем похожий по логике но другое по ощущению на другое по интонации а вот как раз сейчас на не получилось сам внула мерс чем уникальный художник я все никак не соберусь я у него взял интервью на большое такое большое что никак не могу расшифровать его но обещаю скоро скоро это сделать это ну во первых он интересен тем что у него есть очень разные коммерческое портфолио некоммерческой сайт совхоз беи колхоз ком или наоборот не помню но это художник который как никто умеет создавать ритм в каши который создает какие-то очень напряженные структуры да при этом как бы погружая их какую-то такую помойку да в какую-то случайную кашу из элементов которые ну то есть не дают и все равно не могут ее победить не могут оставить ее развалиться мало кто это умеет как он лаверс и ровно потому что мало кто заостряет это внимание так как он лаверс ровно потому что для него это как раз тот самый аспект но по крайней мере во многих его работах который стоит во главе угла которые центральны поэтому ну вот в этом вопросе его стоишь что очень стоит посмотреть а вот уильям робертс кстати это как раз музей рисунка картинка да но здесь я не буду долго останавливаться данную видите же здесь вот из этих ломаных труб да такой создается ритм очень бы характерный причем он повторяется не просто не только поворот да но эти все как бы кур кольца этих труб да они постоянно возникают в картинке и она устроена таким образом что мы наблюдаем как бы не знаю какой-то выплеск да или там выкачивание этих каких-то объектов буквально почти слышим да как они катятся домкаде стука из угла ну вот один из моих любимых примеров как работать в картинке ритм и еще раз повторю что это не метафора да это именно именно музыка в картинке ну то есть можно ее услышать да можно услышать как бы удары этого черного да можно услышать удары фактура поскольку хирши взять рисует композиторов братьев гершин то музыка здесь очень важно и ритм в этой картинке это три разных ритма это ритм вьющихся линий ритм фактур как бы шершавых причем к ним присоединяется вот эта штука тоже да и ритм вот этих ударов черного то есть это очень похоже на только устроен камерный трио да когда каждый инструмент занимает свою как бы полосу частот когда там контрабас дает бас да там не знаю скрипка или флейта дает вот эту и фактура я не знаю что это стиральная доска или какая-то перкуссия дальше вот это тоже кстати очень хороший просто еще раз способ говорить о графике да это мне кажется вообще без метафоры нельзя говорить об искусстве да потому что она сама по себе их с метафорой да и она требует и насказания да мы не можем описывать графику иначе чем графикой нам столько с помощью метафоры мы можем выйти за пределы но это помогает решить очень многие задачи очень многие проблемы нам и собственно ну любая задача решается выходом из задач чтобы мы ну как бы не терлись до вне не описывали их линиями нам нужно найти способы говорить о них метафорически то чё они чарльз харпер возвращаясь к разговору о внимании да о честности сколько ну то есть на самом деле можем можем проделать эксперимент дома проделать этот эксперимент да попросите коллег нарисовать зебру всем нарисую такую лошадь с полосками вертикально никто не вспомнил я вас уверяю что никто не вспомнил что лоск у зебры полоски на попе горизонтально ну то есть а это важно то есть это то как вертикальные полоски с шеи переходят горизонтальные полоски на ногах а это как бы важный элемент и харпер ну то есть это просто упражнение на ритм на самом-то да для него то есть он очень мало не то есть главное что происходит это именно ритмика горизонтальных полос вертикальных полос и каких-то вот этих ну диагональных полосами но он очень крут конечно вот бен шан тоже любой непонятной ситуации смотрите бен шан он прекрасно на самом предпеча стейнберга да поэтому тоже очень важный художник но здесь вы видите да тоже здесь два ритма услуга ли арфа да это же какой-то там пум 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 да вот эти вот точечки но это тоже в чистом виде музыка на это просто музыкальная композиция она ну по-другому и нельзя описать никак ну вот опять давайте в непонятность смотреть стейнберга и здесь как раз ну интересно многообразие ритмов но назвали их так скажем по большому счету три да это там ритм желтых вот этих вот такси ритм стальных вот этих градиент градиентом покрашенных до стальных колес черт заметить что они не просто разные по форме но они разные по материальности разные по своему так скажем по этой метафоре на форму и ритм человечков которые там на самом деле мы видим какую толпу да и они повторяются здесь у нас да и там повторяются но она все время норовит превратиться какой-то вообще какой-то хрень просто важен важно не то что это ходит человечек до сюда а важен важных размер и точное попадание в эту в эту вид не куда но стейнберг еще раз повторю вот никогда вас не разочарует в этом смысле никогда не разочарует вот в этом остроумии обращение с формой в это в этом как бы умение придумать пластический анекдот соль и что меня потрясла именно как пример музыки форме в графике вы видите да что здесь просто опять же зная что вещи падают вниз да мы наблюдаем как этот ручеек течет да но интересно здесь вот что что журчит не он а журчит вот эта фактура да вот это то есть она как бы переливая за создает вот этот вот синтетический эффект ручей добрый анестезию я есть отдельная небольшая лекция тоже можете найти эту важная тоже история но мы как раз и говорим о том что графика то есть это даже не проси анестезию стоит да при санстезию мы говорим когда там запах превращается в цвет или вкус превращается цвет или там запах превращается в цифру и наоборот его в данном случае мы непосредственно наблюдаем физический процесс на мы наблюдаем звук на визуально кстати вот буквально на днях было это по сети ходила гифка до которую все ругали что она звучит или нет ну там просто вибрации да да изображением графическим вибрации был достигнут эффект звука вот на это сам не так сложно как кажется и примеров довольно много можно найти интерес как это было фильм не надо там был взрыв какой-то происходил и звука не было то есть как бы была тряска такая да и там через секунд начался свист звука 2 звука взрыва мы так и не слышали но именно вибрации там был мощный эффект достиг забыл что так вот тем биску да на самом деле у меня все перемешал здесь это он должен быть сразу после мира ну понятно то есть бискуп это как раз художник который вот это начинает работу над своим этот эффектом на своим впечатлением своим приемом от миро но уводит его дальше дальше то здесь вы видите что ритм многослойен видите там есть ритм этих вот пятен на фоне до ритм черного ритм голубого ритм белого они все живут своей жизни здесь несколько слоев так скажем так и ритмики и вся то есть если мы не поленимся а я поленился извините просто взять фотошопе и выделить там белые синие черные на отдельные слои на мы увидим что они благополучно все ритмически работают как отдельная ну то есть это опять же как несколько партий разных инструментов в одном музыкальном произведении ну вот эта картинка для меня важно тем что я однажды прочитал про нее двухчасовую лекцию постараюсь уклониться от этого но здесь просто сразу очень много все происходит и литературы и не литературы но посмотреть как здесь то есть что здесь происходит а здесь мы сразу вылавливаем вот это лицо да потому что она самая реалистичная на основная самое сложное и вот и мы следим за ее взглядом попадаем на этот человека да этот человек следит за кем-то еще этот человек следит за константин любит сергей и тогда и мы значит следя за этим взглядом чтобы что происходит с мы следим за взглядом и мы все время соскакиваем на ритм сначала красного потом черного потом голубого и потом возвращаемся к взглядам и то есть эта картинка то можно взгляд буквально бесконечно ну то есть я не знаю что здесь огонь и вода и чужая работа но на самом все сразу и просто это жизнь да мы наблюдаем как бы толпу людей в каком-то очень напряженным сложным взаимодействие поэтому она вот ну я не смотрю уже много лет и она не надоедает сша то есть не невозможные разглядеть всю я могу там просто честно по очереди посмотреть на всех персонажей да и кого нет какие-то смотрю до конца я забуду с чего иначе да и как бы все там но еще раз да поскольку красный очень активный здесь да то у нас сбрасывает легко с любого как бы способа разглядывать картину который мы начали вот и выбрасывал то есть он сам по себе создает отдельные свойства контур формы что такое контур формы в принципе все знают наверняка что есть важно проговорить важно проговорить то что когда мы говорим о форме то разница между контр формы и формы просто нет потому что мы говорим об абстракции как только мы отрываем наш литературу до от изображение в нашем изображении мы тут же забываем что это человечек а это дырка вокруг человечка или что это там человечек а это фон а или это пейзаж и тогда то есть для нас теряет смысл с полностью да и это на самом деле самые важные самые важные усилия которые нужно сделать да когда мы собственно начинаем работать визуальным аспект на мы должны увидеть в качестве контур формы также как мы видим качество форм и все примеры нам то есть я сейчас пытался перечислять какие-то аспекты которые могут нам помочь создать для себя же упражнение да мы можем там пособирать из разных модулей на мы можем посоздавать для себя разные сетки разные силовые поля мы можем посоздавать для себя разные просто метафоры и до вот это физиков физических процессов но сначала мы будем мыслить просто да то есть если мы говорим о росте то это будут какие-то вот человечки сделаны как будто они грибы слизевики таким же с таким же успехом мы можем это сделать с контур формы на таким же успехом можно рисовать дырки вокруг людей как будто это растущие грибы слизевики но единственная оговорка в том что если у нас есть форма и есть контур форма да ну там словом говорят человечка это не человечек то контур форма скорее всего будет как бы ну подчинена одному какому-то движению тона до в форме этих движений форма может разбито быть на множество движений движений тона да на множество градиентов но если у нас возникает там условно говоря дырка в форме да то вот это вот этот фрагмент это контур форма будет подчинена тому же движению тона что и внешний фон то есть он будет как бы объединен а форма не объединена но это сейчас коряу я понимаю но это работа ну понятно скажу какой-то форм не надо объяснять это прекрасное как бы поле для игры кроме прочего на канал с форум переходит в контур формы и обратно то есть мы тоже можем таким способом создавать целые миры и целые какие-то но опять целый свои футболы есть хотите ну вот пример того как это используют разные иллюстраторы вот цен них ус кстати говоря один из вообще редких по разнообразию приемов разнообразию ходов иллюстраторов фантастический чувак норвежский смотрите обязательно ну видите да что это леса нарисовано выдавливанием вдавливанием белого в силуэт лисы какой-то свой то есть эта дырка для него также важно как то есть мы буквально наблюдаем общение этих двух дырок да сейчас то есть прежде чем даже мы понимаем что это лиса если они они находят в центре нашего внимания как ни странно ночью то есть движение которыми она выгрузила также важны как движение которое нас слеплен из конструктора понятно ночью пример пример очень много да и как раз но сильные графики у них всегда контур формы будет сильный она будет так скажем также интересно как минимум да то интереснее чем сама по себе форм да то есть ну иногда собственно говоря движение контур формы заставит нас там где-то потерять в точности анатомии потерять в убедительности литературы да потому что нам важно чтобы это синее до жила своей жизнью и как то то есть вы видите вот вот в этом куске какая симметрия она ничем не продиктована кроме как бы божественного мото киевского чувства ритма она она причем то есть его можно было сделать еще симметричнее но ему не надо достаточно у миллера просто как бы фон и тени сливаются да и мы поэтому вынуждены наблюдать и достраивать форму из каких фрагментов в блик но ну то есть наверно спорно можно спорить о том насколько миллер классные рисовать классы все рисовать но важно то что для нас вот эти фрагменты они приобретают самостоятельную ценность на они приобретают самостоятельную какую-то извините самостоятельную самостоятельности не приобретает я могу сказать что ну поскольку для меня давно уже там продолжается какой какая-то работа над тем почему я вообще взялся за это и я просто вспомнил это ощущение когда ты подходишь в школе к плакату с лениным который как-то вот так нарисована и вблизи распадается какую-то просто странную абстрактную хрень делаешь шаг назад он опять ленин делаешь шаг вперед не ленин вот это вот пульсация между как бы литературы и абстракции да она очень интересные примеров того как с ней художники работ тоже довольно много можно найти очень интересных мне кажется что в этом в вопросе да как мы пуск пускаем и и не пускаем зрителя в литературу до из формы заключена один из больших таких подсказок очень интересных так подсказок что еще интересно можно же сделать со зрителем сделать вот я все время по этому поводу рисую такую штуку она называется кубные кераминар знаете это самая простая на свете оптическая иллюзия и при этом самая мощная эта штука которая ну то есть мы не можем решить каким боком повернут нам этот куб там этим боком или тем боком и поскольку мы не просто не можем решить мы не можем увидеть одновременно да в двух этих состояниях от куб мы не можем увидеть его как плоский и для нас он находится в пульсации этих двух состояний он всем переключается между этими двумя так скажем ракурсом вот то же самое происходит у миллера когда мы наблюдаем распад и собирание в кучу до одного и того же образ ну понятно что советские плакаты не были на это рассчитано да просто технология сама требовала до того чтобы каждый цвет был напечатан отдельными какими-то понятными фрагментами иногда это просто ну там они перерисовывались да по каким-то лекалам тогда в данном случае это именно аспект творческого метода вот этот распад опять хиршфильд но это тоже смотрите хиршфильда любой непонятно ситуация когда стендер не помог понятно что ну здесь как бы очень явно такая рифма между девушкой и деревом да такая почерпка на самом деле эта картинка построены на контрформе посмотрите как вот это белое когда начинается с молнией и кончается волосами да она не просто она что с ним происходит она превращается из контрформы в форму видите то есть сверху вниз она приобретает объемность и в конце волнами выпадает из этого черного коридора в которых и хиршфильд ее зажал видно это . редкость большая но хиршфильд как бы интересен именно как мыслитель среди прочего да он очень легко рисовать очень похожими рисовать очень лихо придумывает образы и так далее но иногда в его работах происходят события совершенно ну там другого порядка скажем да не просто он сходство добиваются да создает совершенно новое впечатление новый опыт ну вот надо искать вылавливать но понятно что если мы посмотрим на работу скульпторов да там контрформа может быть еще более важной да и генри мур один из тех художников и скульпторов которые огромное время внимание ему де уделяли ей то есть многие работы мура это просто дырки до сделанные за счет вот этого внешнего объем но в этом смысле интересно посмотреть именно на рисунки мур где мне вообще кажется что рисунки мура это какая-то его не избыточная мечта создавать форму которая будет без шовно перетекать в контур форму и обратно сколько в графике это позволительно в культуре от гора ну не знаю возможно невозможно наверно ну наверно если материалы которые могут создать прозрачность градиентную да то есть тоже еще интересный вопрос кстати говоря кто не был обязательно сходите на биеннале в третяковку где есть целый большой зал бьерк в этих видео инсталляции вот и именно посмотрите как она работает с формой ну или не она те художник которые делают это видео да но у нее как раз вот история про там ну часто она появляется как персонаж в этих видео и это персонаж находится все время в состоянии как бы сбора и распада да то есть какого-то ну или по крайней мере он там собран из каких-то внешних форм которые мы видим то наизнанку то снаружи то изнутри и тогда но от рисунки мура мне кажется очень интересно вдохновляющими до для ну вдохновляющим материалом для разговора о форме этот человек который забыл как зовут по кличке по как сказать всегда ним у него плутантис он я не знаю вдохновлялся ли он рисунками мура но у него с формой происходит что-то очень тоже странный интерес и это ну как бы тоже борьба да то есть он берет и ломает ну там ожидания наши до этого лица создает в нем какую-то странную очень необычную какую-то не неожиданную контур форму и ну совершенно инопланетянское впечатление да от них но держится основном вот на этом как бы втыкание контур формы форму на слове форм вот вообще художник который с этим как-то активно работают не так много нашлось я надеюсь что сейчас вот одна из студентка на на младшем моем году сделает про это изм как раз не обсуждали и мура и плутантиса и вот сигни паркинс ну видите что здесь как бы трудно говорить о том что форма что контур форма да но у нее просто рисование как бы так устроена да что она ну получается такие прозрачные с одной стороны с другой стороны сдавлены с двух сторон до плоские объекты мне кажется это не просто рисование как бы ленты которая как себя ведет да именно как бы выдавливание какого-то пространства в таком но я могу это может быть моя личная ассоциация патриски лофер но это возвращаясь к шару да это на самом деле такой современный даже не пигон и шара все-таки это прям шары даже местами поинтереснее да потому что он еще и в комиксах это делаем да но посмотрите обязательно потому что вот как он работает как он играет с контур формы всегда очень интересно а все но в общем главная мораль в общем неожиданно внезапно закончился все что я перечислял сейчас да это не просто какие-то размышления о форме как таковое но это вопросы да как как собственно сделать свою форму и как ее сделать оригинально то есть одна из тех вещей которые я просто могу предложить в качестве упражнения то есть возьмите любую вообще любой сюжет понятно да возьмите любое так скажем ну хоть из библии сюжет да хоть из детских книжек ходе с чуковского откуда хотите и просто ну сделать себе ну то есть по придумывайте себе какие-то модули да например вот вот гуасковская это долька да вот какая не там не знаю что что это такое да там какой-нибудь надутый треугольник да какой ну просто там пускай это будет какой-то зигзагообразная штука на который понятно может превращаться там более сложные штуки и тогда попробуйте повоспроизводить да этот сюжет или даже эту известную вам картину например мы буквально вот недавно с ребятами своими пробовали это делать с танцорами матиса сколько они очень такие понятные да ну вот с помощью одного из этих модулей и там 500 новых модуль которого придумать вот второй как бы уровень этой игры да в том чтобы сделать историю из двух там трех слоев вот этого ритма да когда у вас там ну один как бы не знаю каким-то образом по смыслу выделенный элемент будет нарисован одним модулем другой другим и тогда вторая история тоже можно делать уже с там если мы говорим об упражнении то этому удобно делать каким существующими понятными сюжетами с каким-то готовыми картинками мы можем брать и создавать какую-то случайную да ну магнитное поле понятно что магнитное поле дать всегда ну какой-то как извините какая такая конструкция да про не рисует и наш то есть мы можем придумать такое которое не будет покрыть комиссию соида да так далее даже если мы просто по-разному попробуем кадрировать это магнитное поле да она нам даст разные идеи до для того как построить вот эти силовые линии в нашем будущем рисунке когда мы просто будущее рисунок да подчиняем какому-то общем движение но довольно ловко сложно с другой стороны очень интересно некоторые студенты решили вчера как раз мы пытались вот такой логике или такой логике или такой логике подчинить танцоров матиса это сложно неудобно потому что у него там есть уже ну готовая какая-то конструкция да а тем более еще заставил их в вертикальный лист все делать что еще тем более удобно но понятно что любым движением ну как бы любой переменной до форме этого как бы ну вот этого силового поля понять что она если вы посмотрите с на матисы ему пока что она на самом деле как бы вот развивается так скажем концентрически от этого круга рук неизбежно мы испортим эту картину прекрасно ну и бог с ним то есть я имею ввиду что как упражнение все равно очень удобно и полезно третья история четвертый уже не знаю то есть опять же когда мы рисуем здесь сетки да они сами по себе могут как бы скрещиваться с этими модулями они могут приобретать уже не просто там прямые линии это буду да а линии которые подчинены какой-то специфической логике формы да понятно чего то есть можем просто начать самых простых как бы движений когда у нас просто что такое это на интенсиву все даю и ну там задание какой-нибудь не за охота или что-нибудь такое да вот там важно просто чтобы уже сразу не было понятных каких-то элементов до их нужно просто научиться как-то устранять если вы вдруг увидели в этом что-то понятное да значит нужно перевернуть либо начать заново либо придумать другую третью форму ну или брать опять же какую-то какую-то понятную конструкцию понятную ситуацию и и подминать до в эту в эту новую ситуацию то есть опять же совершенно не обязательно что это станет для вас ну как бы что именно эта форма вам подскажет новое какое-то решение но она откроет для вас просто новые возможности таким образом сможете по перебирать да и какая-то из этих штук мы стонет собственно почему я все время говорю что персональные стили понимаете идут по рублю пучок ну потому что бери так хочешь пересяк и так далее да то есть дорого стоит именно метод выращенный из вашего собственного там личного опыта из вашего опыта смотрения из ваших любимых художников тогда и тогда тогда то есть эти вещи могут быть случайными да то есть какая-то из них вдруг может щелкнуть да и зарезонировать с вашим предыдущим опытом и потребовать больше внимания вот это по-настоящему будет интересно ну и собственно главное и самое сложное на самом-то деле да это как раз вот эта метафора через биологические химические и так далее процесс и здесь я очень советую собственно говоря посмотреть на эти процессы да там по погуглить или там по ютюбе поискать как бы интересные химические реакции например иногда они могут дать что совершенно невообразимы до посмотреть на какие-то не знаю на жизнь каких-нибудь странных бактерий или грибов-слизевиков я вчера просто стала выбирать картинку для поста в своей колонке про лекцию и залип на полтора часа друзья и залип до разглядывая грибы грибы-слизевики потрясающие существа они могут перемещаться а потом они начали себя то есть там какие-то есть из них которые они абсолютно одинаковые что как ну какие-то мелкие такие простейшие но они могут из себя построить ножку чтобы их же братья построили шляпку и разбросали спором это чума но они просто дать покажу что было словно слизевики эксомицеты ну понимаете да это же прекрасно то есть каждый вид этого гриба может стать чьим-то персональным стилем клюква растет как такая длинная ножка на ней слушайте столько в мире всего интересного слезевики про них еще типа 50 лет назад не знали что это не грибы понимаете что они ползают то есть они не грибы нет это не вид это короче это как бывает царство животных царство растений царство грибов и царство блин слезевиков понимаете ну там есть еще такие бактерии сети бактерии я плохо разбираюсь но вот ну уж как минимум да это идеи для каких-то ну вот визуальных решений очень интересно опять же самый главный совет который могу дать совет номер 0 в любой непонятной ситуации коллаж с мягким знаком на конце коллажи коллаж те да то есть попробуйте прямо непосредственно делать коллаж из этих слезевиков но только нужно их там на крупном плане набрать да посмотреть что это вам даст то есть если вы нашли какую-то интересную метафору формы вам хочется чтобы это было устроено вот так еще один есть прекрасный совет любой непонятной ситуации гугли случайные буквы и цифры но всегда найдет что-то очень интересно там сначала ну в общем если вас не посетил вдохновение бьете несколько раз по клавиатуре и дальше здесь вас после этого не посетил вдохновение то я не знаю что но правда это это хороший это хороший способ просто выйти опять же за пределы какого-то ну привычных привычных ходов да то есть если вы чувствуете что эта форма вас как-то вот интуитивно привлекает на что-то вас в ней тревожит нервирует и как-то интересует это повод просто с ней поработать непосредственно порисовать ее по как-то ну пока лажить из нее посмотреть что вообще она вам даст но при этом когда мы коллажем да собственно задача наша устранить ну как бы узнаваемость этого объекта до устранить вот как бы пространство когда мы ну видим там не знаю дерево на котором растут грибы то есть нам нужно повырезать такие куски которые нам дадут вот возможность уже вернее нам как зрителю заблокирует возможность узнавания этих грибов как слезевиков эти этих изображений как грибов слезевиков понятно нет нет но вернее так каждый художник так или иначе пытаются как резонировать с чем-то да и есть очень худого хорошие интересные художники которые одну как бы с определенного ракурса показывают да ну скажем так наше общество да и как бы вообще что что в нем происходит какие-то аспекты нашей жизни и так далее но просто если мы сравним времена джека кирби но на самом деле джек кирби тоже после войны если не ошибаюсь самое начало так скажем ну вот комиксов супергероевских и послевоенное время там просто не было такого разнообразия с эти как сейчас понимать была журнальная карикатура достаточно ну там она была как бы интересно и разнообразная но все-таки это были было узкой колея так скажем был комикс да была рекламная иллюстрация в общем то есть они вполне были перечисляемы по пальцам двух рук понимать был плакат был там такой плакат вот были художники в рамках этих эстетик которые там как-то умудрялись найти свой свой язык но по большому счету все эти эстетики так или иначе были привязаны но опять же если мы вспомним историю искусства да там я не знаю футуристы до которые там пытались рисовать машин у них не кажется ничего не получилось то есть мне кажется них получилось только такса у баллы то есть но зато потом сразу за ними пришли ну не сразу за ними но там ордека да легко уже там показал этот пафос вот этих пароходов новых там этот самый кассандр да с этим рекламными плакатами прекрасно вот это конечно резонировало с тем что вот мы были строим новые прекрасные железные полированные гладкие такой мир да в котором есть ну там отдельная история проект про египет давка из которого там только что привезли там границу тунхамон и все увидели да как бы как это вот и просто эта эстетика влилась там в какие-то но это блин тема для отдельного большого разговора сейчас про слишком большое разнообразие статик на слишком большое разнообразие визуальных ходов чтобы мы могли говорить о том что вот этот это описывает наше сегодняшнее состояние общества такого не может но где-то я недавно прочитал и забыл посмотреть кто сказал пожалуйста скажите если знаете буквально мысль следующую нет никакого искусства есть разные там речь на современном искусстве в принципе я думаю что это вполне можно расширительно трактовать есть разнообразные методы познания мира то есть рисование это один из методов познания познания мира он уже скажем так ну не то что он устарел никогда не устареет но его методология хорошо известна хорошо изучен долги там скажем современного искусства все еще остается так скажем ну какой-то нам не до конца известны да то есть мы все еще с помощью современного искусства продолжаем не просто есть с помощью рисования мы можем изучать мир точечно да то с помощью современного искусства мы пытаемся какие-то более крупные формы описать да и каждая эта форма каждое это явление требует своего собственного метода описания да потому что они по разному устроены и ну если если в целом так говорить то конечно тоже делать сейчас происходит современном искусстве гораздо интереснее с точки зрения вот этого резонанса в сообществе но там нету никакого консенсуса там не может быть никакого общего языка на самом деле вот об этом каком-то смысле он есть на скорее это общий язык куратор который объясняет его на художники все говорят на своих языках которые куратор нам пытаются перевести потом ответил на вопрос но дело в том что просто единовременно существует там миллион тенденций понимаете там сейчас в третий ковки бьерк понимаете она показывает там сразу десяток тенденций но есть там чем всем интересно и ар понимает нам всем интересно там и яр всем интересно как бы вообще как трехмерная графика там интерактивные так далее да это никуда не денется ну смысле она будет только развиваться так далее ну а как что и как бы график рисун тоже никуда не день все с ней хорошо понимать и скажем так может быть можно попробовать поговорить о том что она не просто как бы держится да она немножко как бы сопротивляется да и там есть какое-то движение встречная да и ну появляются художники новые которые подчеркнуто действуют там но при этом ну подчеркнуто действует там традиционными материалами понимать ну блин никто из них без фотошопа не не обходится ни один да не кто-то спросил как я отношусь к картинкам в фотошопе ну как бы так вопрос не стоит понимаете ну фотошоп но есть инструмент есть там нужен мне нужна сегодня тушь на завтра мне нужен там просто какой-то обуви залить фотошопе просто ни о чем не думает а чтобы распечатали просто чистым или там чтобы не распечатали чистым черным ее блин на бумагу чтобы потом перевести в шелкографию там возникнет как прекрасная вот это ну дефект до печати когда мне не пропечатается все все черное что я напечатал но на первом этапе она должна быть чисто черный понимать я к тому веду что технология просто технология дано но если мы хорошо понимаем зачем она она нам помогает если мы как бы идем у нее на поводу как часто бывает ну то есть если говорить о тенденциях да там сейчас есть какой-то процент художник который просто типа захлебывается просто этим всем ну новым да что дает нам но новые как бы инструменты и не просто новые инструменты на самом деле ноги из них старый инструмент но они по-новому доступны да то есть теперь любой как бы может просто взять там и сделать себе из картона это там гуглов скую эту штуку распечатать понимать и вновь там в андроидовском телефоне посмотреть виртуальную реальность это настолько вот эта грань это как бы порог настолько упал до что сейчас ну очень много появилось каши как бы не такой просто просто экспериментов таких очень поверхностных скажем так но это значит они просто через там год-два может быть раньше сейчас ускоряется количество перейдет в качестве мы увидим ну реально потрясающую вещь то что я могу сказать вот я ходил на бьерк на днях ну мне там какие-то вещи показались очень мощные какие-то вещи мне показались ну скажем так попыткой освоения просто технологии самой по себе да ну поскольку там есть просто фигура мощная художника самой бьерк ну то есть им и музыка и образы которые генерируют они не дают даже этим достаточно технически даже слабым да ну видно что они так скажем устроены как ну там ранние годы 3d там низко полигональные условия раннюю трехмерной анимации если вспомнить она была просто ну сильно хуже чем сейчас все равно нас первым да то есть мы сейчас уже есть какие-то очень моменты когда мы не можем распознать пример на анимацию их мало на самом деле они же появляются вот чаще всего они появляются там где мы просто за экшном не можем следить до кинофильм вот там сейчас видно что это как бы ранние дни этой технологии и они ну как сказать ну требует какого-то какой-то скидки они говорят ну подожди еще чуть-чуть вот я буду уже такой прям совсем гладкие совсем классные там или такой фактурный так далее и наоборот они говорят я еще не могу себе позволить фактуру потому что блин не просчитает этот как бы этот телефончик понимаете он как бы 100 кадров в секунду такое разрешение он не просчитает ну подождем еще и вот но сейчас уже интересные штуки происходят опять же вот интересно как они взаимодействуют с образом бьерк да как с этой необходимостью там каждой песне придумать опять же свою вот эту метафору физическую ну какого-то нового физического мира новую совокупную фактурную характеристику если хотите опять не слову ответил на вопрос нет еще давайте я отвечу на вопросы письменные говорят тут не все может такой нет ну ладно если внизу не все скажу я сразу скажу отвечу на те которые ответил уже да как быть форме для анимации понятно да то есть это как бы та же история абсолютно просто ну еще и в развитии да еще и в развитии форм то есть мы ну можем воспринимать анимацию как последовательность отдельных кадров каждый из которых там подчинен какой-то логике и в анимации мы можем то есть в анимации разница в том что мы можем переходить от одной метафоры другой да если нас там меняется драматургически как-то ситуации и так далее как вы относитесь к иллюстрации рисованной планшете компьютере ответил нет разницы до принципиальной то есть больше того я не знаю есть кто за вопрос не признаетесь ну я 20 лет рисовал на компьютере сейчас перестал даем в принципе кто известный шутки я не даже долго относился ну то есть как бы сама по себе цифровой технологии никак не является чем-то принципиально другим да то есть логика вся эта которую я описываю она применяется также точно цифровой графики и так далее на другое дело что мы привыкли графики цифровой относиться как имитации и интересно именно посмотреть на только как она может быть самостоятельным инструментом да не пытаясь сымитировать ничего вот о чем-то подобном я как раз говорил скажи два года назад был дает три года когда лекция была у тебя вот там есть про как бы художник ностальгирующих фотошопу там как посмотреть как реализоваться в профессии художника графика очень просто делайте круто все будет хорошо ну то есть как бы если чуть развеете то нужно искать путей к зрителю клиент это просто частный случай зрителя вот все что нужно про него знать то есть сначала собирается большая компания зрителей ну сам как бы набирается среда зрителей потом среди нее заводится люди с деньгами сейчас как бы путь между зрителем его деньгами и художником он сократился до предела то есть ну просто там есть какие-то там патреон и так другие площадки да где здесь вопрос про площадки где ты просто непосредственно получаешь деньги за то что рисуешь вот прям сейчас то есть никакого посредника в виде там агента или журнал его просто нет да тем больше что даже вот мои работы в журналах когда ну сколько я долго работаю 20 лет я в журналах накопил какую-то аудиторию видимо и эта аудитория была вообще не связано с тем аудитория который видела какие картинки журналы понимать сети мы как бы имеем возможность выходить к зрителю напрямую непосредственно и это очень классно поэтому главные все вопросы да это как впечатлить зрителя чем впечатлить зрителя и что именно он должен пережить то есть какое именно впечатление должен пережить вот и это впечатление есть и критерии качества которые вы для себя создаете то есть как сделать классную вещь следующий вопрос что значит классная то есть она должна быть там классной по таким то таким то таким-то параметра должна быть там эротичная помпезная смешная дурацкая там еще какая-то еще какая-то еще какая-то да известно как только мы находим эту ручку когда мы понимаем ага вот эту ручку выкручивать и она моя самая любимая ручка вот ее мы начинаем надавить Ну, это длинный, конечно, разговор Если интересно, есть лекция Которую на Бумфесте я читал Называется О самообразовании В искусстве и графике Там я подробнее про это рассказываю Ее можно найти Опять же на Ютьюбе В списке моих лекций Опять, если вы зайдете на На МЛМ и ДМЕ Здесь есть Во-первых, колонка моя на Фейсбук Здесь есть список моих видео лекций Вот она там есть Ну, в общем, все, все интересно Что я могу рассказать, уже почти там есть Так На какой самой необычной технике вы слышали? Какую необычную технику пробовали? Рекомендации для новичка Но я уже сказал, что цифра это целый мир техник Там много всего интересного происходит Но если говорить о необычных техниках Я, значит, советую Вот что сделать Залезть на мою колонку Она сейчас будет просить злогиниться Но... А, нет, не будет просить Он сразу выкатывает на список альбомов На моей колонке И здесь есть альбом, который называется Объем в графике Вот И здесь есть куча-куча-куча примеров Размышлений о том Как можно применить в графике Объемные техники Да, и иногда это значит, что они будут Использованы Ну, как, собственно, для создания объема А иногда нет Да, иногда это Какие-то вещи, которые потом превратятся в плоскостную графику Да, вот такую, почем Ну, это вот работа Сережи Моедукова Я сейчас все не буду показывать, да, потому что здесь Это еще на полтора-два часа разговор На самом деле На больше Так Вот Вот здесь есть Присутствует как раз Катя Горелик Это Катин эксперимент с пластилином Причем по ним Ну, то есть уже трудно определить, что это пластилин Да, поскольку там еще добавлено какое-то рисование И это целый, на самом деле, блин, мир техник Да Там есть мои, как бы, попытки это сделать Ну, там, более-менее успешные Вот Когда там Ну, это сложный, сложный сочиненный калаш Там, тетя вылеплена из пластилина Это просто фотография меня Это какие-то кусты, которые я со двора просто собрал Принес Вот Это ванночка с тушью Там, тетя обмазана еще подсолнечным маслом, чтобы блестел Ну, то есть там Вот Сложная, смешанная техника, да И на самом деле, конечно Если есть необходимость найти новую, какую-то оригинальную технику То лучше всего искать новые сочетания техник, да Максимально контрастных, да На которых есть там Ну, что-то и что-то, да Не похоже на друга, да И в столкновении можно найти что-то очень интересное Ну, в общем, вот здесь Почитайте, полазайте Про каждую картинку почти что-то написано Вот это мой диплом на магнистратуре Ну, то есть я его не показываю целиком Но Сама технология была очень Ловкая, оказалось Я его сделал за, типа, три дня Причем это был десятый год, когда горела Москва Вот Я там, ну, не буду сказать подробности Было тяжело Но, то есть там Дело очень быстро Это были уже вылепленные головы персонажей Вот И То есть на них была положена фактура Карандашного штриха Отдельно нарисованы И Ну, какие-то вещи были сделаны уже фотошопом Там дымы Но они тоже, если вы посмотрите Просто раздробленные Опять же фактурой фотошоп Но, как бы рисовать так я тогда По крайней мере не умел Сейчас на самом деле тоже не умею Вот Но я могу это сделать То есть я Ну, вот объем Он дает возможность Далеко перепрыгнуть Какую-то нехватку рисований Ну, то есть я там Ну, я рисовальщик тот еще В смысле не очень хороший, не очень умелый Но То есть Есть многое, чего я не умею Но нет ничего, чего я не могу То есть если вы мне там дадите задачу Я найду способ мне исправиться Ну, то есть объем Он мне позволяет Как бы если нужно Выйти, да Ну, воссоздать мир какой-то Да, который Нарисовать будет очень сложно Да Ну, и вот это тоже там Не случившийся проект комикса Который тоже Сделан из пластилина Но это уже сейчас не определишь Да То есть это Специальная, как бы Ну, в три цвета переведенная конструкция Но идея была ровно в том Чтобы этого Как бы Этого персонажа Как бы кубик его головы Да, крутить И в разных ракурсах Фотографировать С разным освещением Да С тем, чтобы Прийти к какому-то Ну, то есть Это проще, чем В принципе Чем все время Пытаться вспомнить Его там Пропорции головы И так далее Что-то похожее делает Ричард Корбин Такой есть великий комиксист На своих студиях Но у него там Они очень сильно заморачиваются Они прям Как бы Чуть не для каждого Там какого-то Ну, это практически сделано Как Кукольная анимация То есть Когда там Персонаж Кричит активно На переднем плане Они прям Его вылепливают Из пластилина Там очень аккуратно И там уже потом Фотошопе дорисовывают Но это немножко Другая ситуация Да Это почти как Комикс Почти как кукольная анимация Ну, в общем Много Вот из того Что можно про техники Интересного рассказать Здесь вот в этом альбоме Есть Потому что Это На мой взгляд Ну, я начал тему Расковыривать Уже там Где-то в году В восьмом И до сих пор Она как бы Не слишком Ну, вернее так Не стала Радикально больше Ее Поэтому всегда есть Возможность Там найти Что-то совершенно оригинальное И воспользуйтесь Как найти баланс Между реалистичной И утрированной формой Для более выразительного содержания Это Тоже тема Для разговора На четыре с половиной часа Но Если Очень-очень коротко То Это вопрос Тех самых ручек Да То есть Если мы То есть Задача Искать не баланс Да А задача Искать Как бы Формулы Да Которые опишут Ту графику Которую хотите добиться То есть Мне нужно Ну Я умею Например Рисовать реалистично Я не умею Да Тот умеет рисовать реалистично Да И он хочет Чтобы его график Стала более гротесной Я не знаю Что делать Более гротесной В какой момент Вы поймете Что нужно остановиться Да То есть Попробуйте Но чтобы понять это Да Нужно уйти дальше Чем та точка В которой нужно остановиться Вот Ну и наоборот Да Если вы там Чувствуете Что ваше Что ваше рисование Идет от Как бы Ну какого-то стилизованного рисования То есть вы сначала Научились рисовать так Да А реалистично рисовать не умеете Ну значит Нужно двигаться К реалистичности Да Там Учиться 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 Пока вы не почувствуете Что вам хватит Да Как это было со мной Потому что я Ну Опять же повторю Что я далеко не всему научился Да И ну Были в моей жизни Момент Когда Можно было пойти Больше Там Получить именно Классических Каких-то навыков Рисования Но я просто понял Что они мне Просто тупо не нужны Я там Решал задачи Насущные Теми Инструменты Которые у меня были И А как бы Классическое образование Не отвечал на те вопросы Которые у меня Тогда Как бы копились Да Вот сейчас Я там Ну Пытаюсь сам на них Как-то отвечать Вот Но У каждого художника Этот баланс В разных точках находится Да Поэтому Найти его То есть Это Только ваши Собственные Любимые художники Могут вам помочь Ответить на него Да То есть Только Как бы Некая система Ну Вот Ваших Каких-то Ну Систем Ваших Каких-то Называется Вкус То есть Вы Ищите Ответ На вопрос Где Грань между Реалистичным И утрированным Да Просто путем Ну Там Сталкивая Реалистичное Утрирование И так далее Ну Вот Очень советую Опять же Вот Заходите На сайт Меламеда Изм Это Лучший Бриф Который Я придумал Это Реально Ну Как бы Крутая На мой взгляд Логическая Схема Которая Позволяет Решать Задачи Именно Самообразователь Да То есть Сейчас Я Лучше Логики Предложить Не могу На данный момент Вот Ну То есть Это Уже Результат Моих Десятилетних Каких-то Упражнений Со студентами Ну С Какой-то Работой В общем Сделайте Просто Может быть Он сам Вам Подскажет Но Это Длинный И сложный Разговор Я От дальнейшего Уклонюсь Развитию Кто Автор Ответил На вопрос Нет Это Автор Так Возможно ли самообучением А также Посещением Различных Разовых Семинаров Мастер Классов Выйти на Профессиональный Уровень В художественной Анимационной Сфере Или Для достижения Качественного Уровня В работах Окончание Образовательного Учреждения Необходимо Возможно Самообучением Возможно Посещением Невозможно Ну то есть Это всегда Большая Внутренняя Работа Это всегда Куча Каких-то Сломанных Не знаю Семь пар Железных Карандашей Восемь пар Железных Ботинок Иластиков Безусловно Сейчас Лучше Чем Когда-либо Больше Чем Когда-либо Возможно Для самообучения Вот Их Количество Продолжает Нарастать И онлайн Курсы И онлайн Тьюториалы И сайт Меламеда Пожалуйста Пользуйтесь Но я сейчас Без иронии Потому что Все что я Делаю Как преподаватель В принципе Все важное Там есть Пожалуйста Пользуйтесь Не стесняйтесь Больше того Я буду признателен Если вы Результаты Успешные Результаты Тех же Измов Будете мне присылать Потому что Это все Важно Ценно Я надеюсь В какой-то момент Все-таки Получится Из этого Книга Про самообучение Конкретно Вот То есть Как устроено Ну как бы Образовательные Учреждения Есть разные Я там Патриот британки Но я понимаю Что для Образования Иллюстратора Моего курса Недостаточно Мой курс Это попытка Смоделировать Самообучение Попытка смоделировать Как бы Некие Ситуации Которые потом Превратятся в вопросы Которые потом Ну там То есть На какие-то вопросы Мы успеваем ответить Если они сформировались Нам до курса А для кого-то Ну Эта работа Продолжается Или только начинается С курса С каких-то точек На курсе Которые Ну Примеров много Сейчас уже Да Я не буду Называть имена Хотя Очень хочется Ну то есть Много людей Которыми я горжусь Уже Которые Ну где-то на курсе Нашли какие-то Моменты Которые Совершенно полностью Изменили Вот этот спектр вопросов Которые художник Себе задает Вот Поэтому опять же На колонке Вы найдете Там дипломы Ребят Найдете Работы Ребят И так далее Вот Ну то есть Я еще раз говорю Да Моего курса Недостаточно Никакого курса Недостаточно Никакого Там Десятилетнего Образовательного Учреждения Будет недостаточно Если вы не ведете Работу по самообразованию Поэтому самообразование Безусловно важнее Любого Ну Внешнего Какого-то Вливания Как на ваш взгляд Отличить Качественное Современное Искусство От пустых Ремеслинических Работ Исключая критерии Нравится Не нравится Сложный вопрос Ну в общем Если опять же Попытаться Коротко на него Ответить Ну иногда Бывает Даже плохое Искусство Нас меняет Бывают Такие вещи Что Какие-то Ну Такие абсолютно Проходные Или какие-то Такие пустые С точки зрения Эмоционального Так скажем Содержания Вещи Все равно На нас Выбрасывают Какой-то Ну Какой-то Какой-то мысли Какой-то вопрос Да Который для нас Оказывается Самым важным То есть Современное искусство Это Ну Сейчас Так уже Устроено Оно Что Оно к нам Приходит Даже без Нашего желания Да Как это Сделал Павленский Например И так далее Вот Ну мне кажется Что Здесь работает Формула Сезановская Да Про то Что искусство Это когда В его основе Лежит эмоции Да Если есть Некое переживание От которого Художник Начинает Движение К вот этому Решению Который Как бы Оформляет В виде Какого-то Проекта Художественного Ну или там Акции Или Перформансы Или чего хотите Да Тогда это искусство Иногда Да не очень трудно Докопаться Иногда Это очень холодно Ну Снаружи Да Но Ну Я как зритель Считаю Что там Любое произведение Искусство Заслуживает Какого-то По крайней мере Попытки Докопаться Да Если Она Ну Мы Докопавшись Понимаем Что Это Пустое Да Мы Мы Все равно Обогащены Потому что В следующий раз Мы будем Угнение Ну то есть С имеется Ввиду Что мы Как бы Настраиваем Эту машинку Да Нравится Не нравится Она становится У нас сложнее Становится Более Так скажем Более Лучше Как сказать По-русски Ну понятно Да То есть У нее Фокус лучше Ну в общем Короче Я могу Назвать свои критерии Да Ну вот Один из этих критериев Такой Второй критерий Если действительно Это Ну если Этот художник Мне помогает Познать мир С помощью своего Искусства Да Значит это Настоящий Хорошее искусство Как бы оно Мне там Может быть Не было Не было Отвратительное Визуальное И так далее Ну в общем Это нравится Не нравится Нужно настраивать А тут и есть Собственно говоря Вкус Каждый раз Когда вы Принимаете решение О том Что да Это мне надо А нет Это мне не надо Вы свой вкус Немножко Делаете Более мощной Машинкой Вот То есть ответ Развивайте Развивайте вкус На ваш взгляд Важно ли Современному Художнику Быть философом Не знаю Ну то есть Я знаю Художников Которые Очень Скажем так Вербальны Много Говорят Тип меня Да И ну то есть Мне там Интересно Говорить Об искусстве Да Мне там Это Одна из тех Вещей Которые Я просто Люблю Делать Жизнь Есть художники Которые Просто Не могут Двух слов Связать Есть классные Художники Которым Просто Это не нужно Да У них Как бы Этот Вербальный Аппарат Там Работы Он Ну не раз Ну как бы Так просто Бывает Да И в принципе Я на курсе Вынужден Ну просто Потому что Моя задача Как взаимодействовать Со студентами Да Пытаться Форсировать Да Вот этот Разговор Да Бла-бла-бла Ну да С переменным Успехом Да Но Ну мне кажется Это важно Да Мне кажется Важно Говорить Мне кажется Важно Искать Способы Объяснять Себе Что должно Произойти Что произошло Почему удача Почему неудача Что я хочу добиться От зрителя И так далее Ну то есть Я не знаю Можно ли это Читать философией Да Важно Говорить Об искусстве Обязательно Как обстоят дела Современной иллюстрации Не умирает ли Жанр Подобным Печатным изданиям Большая ли Конкуренция Между современными Российскими Иллюстраторами Конкурент Или наши Иллюстраторы На международном рынке Мне кажется Что важно Просто Вот что произнести Нет никакой Российской иллюстрации В отрыве От всей остальной Иллюстрации Да То есть Слава Богу Что Любой иллюстратор Изучивший английский язык Может работать С любыми Изданиями По всему свету Как это делаю Я Как это делали Многие мои коллеги Продолжают делать Успешно То есть Я перестал А кто-то В общем Благополучно Работает То есть Просто По факту Существования Интернета Сейчас Очень трудно Или нельзя Говорить О как бы Отдельном Контексте Современной Российской Иллюстрации Я пытался Когда-то Ну Собирать Российских Иллюстраторов Русскоязычных Иллюстраторов В Товарищество Цех Ну и Сейчас уже Видимо Перестало Окончательно Потому что Просто Это не имеет Смысла Находишь Русскоязычного Иллюстратора Какого-нибудь В Канаде Давай К нам Говорит Я по-русски Не очень говорю Ну ладно Ну то есть Это просто Какая-то История Которая Ну там За то время Что существовало Товарищество Цех Половина Эмигрировала Понимаете Ну как бы Теперь Это там Оксана Гривина Непонятно Российский Иллюстратор Или португальский Конечно У нее ноги растут Отчасти Из русской Культуры И графической Но В такой же степени Они растут Из американской Или английской Ну в общем Это Мне кажется Это просто Неинтересный вопрос Я в этом смысле За глобализацию То есть Да Есть какие-то Я за глобализацию По крайней мере Вот в каком смысле Если художник Ну Может Найти себе Клиент за рубежом Ну слава богу Да Это значит Что он просто Уже выходит На территорию Ну Внешне Да Это уже не территория Его культуры Да Я Вот Когда Ну там Вешал Сейчас уже просто Какой-то Мне там Другой Другая скажем так Публика Да В сети Но Мне писали Комментарии Типа О Вы такой Вы так по-американски Это делаете Там С девочкой Все звучало Вот А Нью-Йоркер Мне заказывал Картинки Ровно потому Что считал меня Русским Очень по эстетике Потому что Я рисую русский плакат Такой советский плакат Вот Ну то есть Эти как бы Вот эти Штуки Да Они абсолютно Настолько перемешаны Да Что Нигде нельзя найти Точка Которая была бы Абсолютно точно Там В центре Ну наверное Есть где-то Да Знаете Какие-то Знакомые Моего отца В шестьдесят Каком-то году Нашли Центр Советского Союза Где-то в болоте Вот И значит К ним пришло КГБ Потому что Откуда вы знаете Вот Они просто Там честно По каким-то Ну как Как вы придумали Логику Взяли карту Нарисовали Значит Нашли Ну там Ничего нет Просто Стоит Обелиск Небольшой Ну понятно Мысли Понятна Метафора Понятна Здесь Вот Если еще Вопрос Я с удовольствием Давайте Нету Давайте Ну вот То что я То чем Семь говорил Да Это Среди прочего Инструмент Анализа То есть Ну Метафора Это Инструмент Анализа Просто То есть Мы как бы Пытаясь Найти Синестетическую Или какую-то Физическую Или там Механическую Метафору Мы просто Лучше понимаем Что на картинке Проношло Наше собственное Впечатление Мы лучше понимаем Это не обязательно Значит Что мы Я сейчас Приду К ответу Это не значит Что мы поняли С какой точки Художник начинал Свою работу Да Но мы понимаем Почему нам нравится Или не нравится Мы можем понять Что вдруг На самом деле Я очень не люблю Борщ Эта штука По цвету Ну я люблю Борщ Да Но Там Просто По ассоциациям Да Она мне дает Вот то что Мне не нужно Вот Но в принципе Таким способом Можно докопаться До того что Художник хотел сделать Дело в том Что нравится Не нравится Ну опять же У разных Художников У разных Зрителей Да Это Разное означает То есть Для меня Это как бы Результат Результат Некого труда Когда я говорю О том Что художник В первую очередь Зритель Значит Он должен Потратить Как зритель Некоторое время Некоторые усилия На то Чтобы понять Почему ему нравится Или не нравится И тогда сказать Да Мне не нравится Но это Блин круто И это Приму к сведению Или там Нет Нет мне нравится Приму к сведению Или да Мне нравится Но мне нравится Это потому Что я сейчас Это сделаю А на самом деле Это пустое фуфло Ну и так далее То есть Вариантов Очень может быть Много Но по крайней мере Изучение Искусства Как истории Искусства Изучение искусства Как Ну вот Вот этой механике Про которую я сегодня говорил Да Через метафору Оно позволяет Ну просто Обогатить Очень ваши отношения С художниками Понимаете То есть Мы просто Это нравится Не нравится Становится у нас Более интересной игрой Да Когда мы говорим Ага Я понимаю Как это сделано Но Действительно ли мне нравится Да Действительно Я ловлю здесь Ну Как бы Ход который я сам придумал Да То есть Может быть Я накачиваю туда Свои собственные впечатления А художникам Имел ввиду Совсем другое Да И может быть Когда мы докопаемся Там что он имел ввиду Да Отсеяв Свои собственные ассоциации Да Отсеяв Наши ощущения Как бы Поверхностные Да Может быть Мы поймем Что Картинка вообще Про другое И тогда Мы ее переживем А может быть Мы в ней найдем Второе дно А может быть Мы в ней найдем Третье дно И так далее Ну в общем Это не то Что другой аспект Это просто Как бы Углубление Да В этот процесс Вот Как бы Лайка И не лайка Понимаете Мы должны Просто Ну Первое Свою впечатление Не стоит доверять То есть оно Вернее так Его нужно Не то что Не нужно ему доверять Его нужно Как бы Поймать Сказать Ага Вот ты где Значит Вот я сейчас Пережу вот это Да Откладывай Да Смотрю Как бы Вне его Да Вне этого Там Первого моего Отвращения Или первого Моего Первой Влюбленности Да В этот лист Да Что происходит Да То есть я должен Включить какой-то Интеллект И так далее То есть иногда Просто ну Первое впечатление Оно застит нам Глаза Да Потому что мы уже Эмоцию так Остро переживаем Что Ну понимаете Вот 99 Ладно Никого убежать Но Современная Иллюстрация На какой-то там Большой процент Состоит Из Там Смешных Девочек С большими Глазками Там С блечками В глазах Ну Это просто факт Да Потому что Зритель На это реагирует Да Первый зритель Который на это реагирует Это сам художник Понимаете Он нарисовал девочку И как бы Умилился ей И в общем Для него уже Работа творческая На этом закончена Да Дальше задача Его там Ну Поставить ее В пять разных Пост Чтобы рассказать Какую-то историю Но Создание уже Этого персонажа Оно Становится Сейчас я сформулирую Оно Может блокировать Дальнейшее развитие Картинки Понимаете Если я нарисовал Там Господи Нарисую сейчас Котика Все Все Мне в жизни Ничего больше Не надо Понимаете Я как бы Абсолютно счастлив И доволен Сам собой Да То есть Ну То есть Мне как бы Искать какую-то Метафору Форм Нахрять надо Понимаете У меня котик Он улыбается мне И он еще Язычок Так высунул А потом Я еще Такой возьму И придумаю Что он у меня Котик В рыцарских Доспехах Например И вообще Кайф То есть Понятно Что Как бы Там Все Лучшее в одном Да И рыцарь Значит И Ну я плохо Рисую сейчас Но понятно Да В смысле Мысли понятно Вот И на коне Он еще Мне будет Котик Вот Ну Ну чисто поржать Да Но как бы Мы же поржать С вами немножко Да Ну то есть Какая-то Какой-то эффект Достигнуть Понимаете Ну то есть Нравится Да Нравится Вот Ну то есть Трудно Как бы Не любить Этого котика Правда же Вот Но как бы Как Как зритель Там А я Считаю себя Вот Я там Считаю себя Не очень хорошим Лисовальщиком Там Я уже считаю себя Как бы Бывшим иллюстратором Ну и начинающим Художником С танковой графики Да Вот Но я продвинутый зритель Я вот Это я умею Да Я понимаю Что как зрителю Он мне ничего не дает Понимаете То есть Там нет никакого события Там нет никакой новизны Да Там есть Очень простая Как бы эмоция Но я могу Будучи Как бы Там Восьмой день В запое Понимаете Потому что От меня там Не знаю Ушла девушка Да И злой на весь мир Не знаю Там Член какой-нибудь Нацистской организации Понимаете Я все равно могу Генерировать этих котиков Понимаете И никто не угадает Да Что значит Как я устрою Вот Но если Там Может быть Найдется Зритель Который сможет Понять Что этот котик Это скрытый Гитлер Понимаете Вот То есть И там Вся любовь Которую я в него вложил Да Она потому что Ну понятно В общем Просто Вот продираться Нужно Сквозь Вот эти первые Как бы Эффекты Как бы Обаяние Рисунка Потому что Действительно Знаете Это же делается Просто Ну как бы Ты взял И все Все залыбались Понимаете Очень просто Графика Это супер Мощное оружие Это термоядерное оружие И Ну чтобы Иногда Просто нужно Вот Как бы Стесать Вот это первое Впечатление Да Чтобы добраться До второго И понять Что И первое Это было фальшиво Понимаете Или наоборот Ответил Вопрос Про что Простите Я не помню Просто Наверное Надо было сказать Что было Мне касалось Трестрации Это были Очень сложные Объекты Современной Искусства Которые Никогда Не понимали Были Очень сложные Ну да У меня нет Соответствующего Образования И это было Финале И я Заживаю И мне Заживаю Что я Внутри Завтра Поняла Что я Понимаю Как имел Ввиду Человек И это Было Необычное Чувство Ну я Сказал Успел сказать Что там Нету Языка Общего Для современного Искусства Но на самом Деле Это язык Просто Это русский Язык Понимаете Это язык Который Мы Общаемся Друг с другом То есть Там Я рукой Ну как бы Современное Искусство Хорошее Оно на самом Деле Общается С нами На языке Просто Ну там Понятном То есть Иногда бывает Что Куратор Встает Между художником И зрителем И объясняет Ему А зритель Может быть Пережил бы Совсем другое Впечатление Если бы не прочитал А иногда бывает Что куратор Навязывает нам В какое-то Впечатление Которое Было бы Совсем другим И так далее Вот Но мне кажется Что Ну я как зритель Да Я не читаю Кураторский текст Я Ну вот у меня есть Такая принципиальная позиция Да Если там Президение искусства Не работает На меня Не А Ну я Я просто Объясняю Что я Ну Там Мне сколько лет Да И я там Как бы Мало времени Провожу с детьми То есть Я там Просто не буду Стратить время На что-то Что Как бы Не то что Не дает мне себя понять Да Я там могу Как-то считывать На современном искусстве Когда оно У меня выталкивает Да Когда оно Как бы Говорит Ты недостаточно Умный Ну окей Как бы Вот То есть Если Как бы Она меня Отсылает Куда-то Где Что-то Понимает Ну то есть Я ленивый На самом деле Зритель современного искусства Не ленивый Зритель графики Потому что Мне просто Там интереснее Да Но Графики Вот На современном искусстве Я там Несколько раз Пережил Ну просто Какие-то Потрясающие Впечатления Да Причем Они Ну сходу То есть Понимаешь Что Как бы Я То что я знаю Сейчас о мире В какой-то Степени Ну То есть Складывается Из того Что я Видел В современном искусстве Понимаете Главное Мне кажется Что каждый Должен сам себе Устроить Какую-то стратегию Потому что Ну мы же Те зрители Которые Мы такие художники Какие мы зрители Да Мы выбираем себе Искусство Потому что Мы хотим Ну что-то подобное делать Да Никогда не будет Играть музыку Кантри Человек Который Никогда не слушал Музыку Кантри Правильно Вот Поэтому Вот это Как бы нравится Не нравится Нужно настраивать Именно адресно Да Именно в соответствии С какими-то Вашими интересами И Ну Ну Прочитать Что-нибудь Про это Да Какие-то лекции Посмотреть И так далее Вот Вот Еще есть вопросы Да Да Я просто Периодически Вмечаю Какие верные Ответения Хотя Мы про то Что У художник Божий Есть И зритель Мне просто Хотелось Узнать Есть Какие-то Исследования Какие-то 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 Читали Именно А вот Раскоятия Визуальные Альфики Какое-то Что-то Ой Слушайте Значит Вот сейчас Вышло Мне так вышло Мне подарили Две книги Вот такой Толщины Кандел Эрик Кандел Не помню Никто Я забыл Кандел Про Именно Новейшие Как бы Новости В нейропсихологии Да Ну короче Все Наука о мозге Применительно К Зрительному опыту И к восприятию Вот Я просто Хожу вокруг них Как бы Одновременно С ужасом И С С С С С С С С С Вот Но Пока Нечто Говорят Что Это Очень Хорошо Говорят Что Это Лучше Чем Арнхейм Который Все Таки Устарел Вот Но Мне кажется Что Лучше Книга Которую Я знаю По Ну Ладно Одна из Вообще Лучших Книг Это Выше Стропило Плотники Сенджер Понимаете Выше Стропило Плотники Даю Сенджер Вот Но вообще Вся серия Про Семью Гласов Это Очень Крутая Книга Об Искусстве Там Такая Пентология Там Симор Введение Выше Стропило Плотники Френни Зуи И Хорошо Ловится Рыбка Бананка Сборник Рассказ Ну То То Что Я В детстве Ну Я Там Немножко Мне Лет 17 Был Когда Прочитал До Сих Пор Они Как Бы Со Мной Ну Там Я Все Время Читаю Студентам Первую Страницу Выше Стропило Плотники Там Есть История Про Лошадку Это Самая Важная История Которую Я Могу Сказать Сейчас Не Буду Читать Идите Понимаете Хороших Книг По Искусству На самом Не Так Много Иногда Что-то Я В Каких Выцепил Интервью Элони Фрэнсиса Бэйкона Что-то Я Выцепил В Каких Не Знаю Разговорах С Игорем Гурович С Кем Ты Еще С Моими Коллегами Которые На курсе Преподают Ну То 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 Я Опять У меня Нет Фундаментального Какого-то Образования Да Я Везде Хватаю Что Плохо Лежит Вот Ну Вот Если Говорить О Именно Психологии Восприятия То Говорят Кандель А Так Ждите Книгу Диагональ Лягушка Надеюсь В следующем Году Диагональная Лягушка Виктор Миломед Диагональная Лягушка Вот Но Это Будет Первая Из Пяти Книг В серии Ну В общем Отдельный Длинный Разглав Не знаю Я Пять лет Уже Пишу И Может Быть Уже Допишу Может Нет Не знаю Может Быть Сожгу Ну В принципе Я Много Из Того Что Я Хотел Там Сказать Если Рассказал Но Просто Когда Ты Пишешь Ну Разбухает Да Там Как бы Много Таких Как Дополнительных Мыслей Но В общем Пока Что Все Что Я Хорошего Могу Сказать Это Мои Лекции Которые В изобилии И Мои Какие Тексты На Сайте Еще Есть Вопросы Вы Как Ты Говорили Что Рисовать Надо Когда Ты Смотришь На Другие Рисунки Они Все Недосоренные Неприченные Хочется И Причить Вроде С развитием С течением Время Планка Должна Повышаться А Наоборот Я Типа Может Если Пузырь Информационный Создала И 90% Потому Что Я Вижу Люди Рисуют Мне Очень Нравится Мне Хочется Наоборот Все Собрать Свой Стиль И Нормально Не Ну Как Вы Нет Вы Сейчас Короче У вас Все Хорошо Вы Продолжайте То Что Делаете Я Всех Приглашаю На Выставку Живописи Вопускников Курса Меломеда Который Состоится Неизвестно Когда Но Следите За Колонкой Вот В общем Ну Просто Бывают Разные Люди По Темпераменту Да Вы Как Сейчас Просто Открываете Для себя Этот Мир На Вас Валится Куча Всего И Ну При Этом Просто Я Эту Фразу Сказал Когда Я пытался Объяснить Почему Несмотря На То Что Мы Бесконечно Восхищаемся Нашими Какими-то Кумирами Мы Не Бросаем Занятия Потому Что Мы Все Понимаем Что Зачем Нам Нужно Это Делать Может Быть У Просто История Такие Которые Никто Не Рассказывает Кроме У Но Это Как Вопрос Хотя И Поэтому Тоже Да Вы Понимаем Ну Это Просто Как Бо Кайфовый Процесс Да И Опять же Огонь Вода Чужая Работа Как Любим Смотреть На Результат Своего Собственного Труда На Какую-то Возню Линии Форм Да Просто Это Один Из Известных Человек Удовольствия Кто Это Был Ашурбан Непал И Какой-то Царь Объяснил Какую-то Награду Тому Кто Придумает Новый Вид Удовольствия Не знаю Чем Кончился Эта История Вот Но Может быть Кому-то Отрубили Голову Не знаю Это Правливая Эта История То есть Как бы Есть Вкусная Еда Есть Кино Есть Там Не знаю Секс Есть Графика И так Далее То есть Мы Просто Ну Множим Эти Как Бо Вещи Ну То То Есть Как Как бы Оттого Что Кто-то Когда-то Съел Вкусный Стейк Мы Не перестанем Есть Вкусные Стейки Вот Поэтому Конечно Это Самовоспроизводящаяся Как бы Система Мы Действительно Просто Любим Картинки Смотрим На картинки Хотим Рисовать Картинки Но Чем Именно Все Картинки Не доперчены Это Важный Вопрос Для вас Спасибо То Сего Нужно Просто Подумать О нем Чего У них Всех Не хватает Они Вам Доставляют Удовольствие Но Больше Всего Вам Нравятся Ваши Картинки Которую Вы Еще Не Сделали И Вот Они Это Перчены Может Быть Вы Не Сделать Никогда То Они Будут Как Путеводная Звезда Где-то Мерцают Вы Движетесь И Вдруг У вас Бац И В другом Месте Ответил На вопрос Еще Есть Вопрос Можно Говорите Про То Что Смотришь И Настраиваешь Су Вкус И Можно Настраивать Эту Мысль Что Даже Плохое Искусство Нас Меняет Она Интересна С точки Звения Отрицательные Переживания Это Плохо Для Меня Может Ли Испортится Вкус Да Сейчас Возникает Вопрос Когда Есть Еще Я Понял Ну Вот Про Визуальный Мусор Ну Я Отдельный Длинный Разговор Что Такое Вообще Как Собственно Какие Критерии Возможно Мне Кажется Что Часто Очень Это Дешевые Эффекты Которые Мы На поверхности Считываем И Дальше Не Продвигаемся Если Вы Активно Вдумчиво Изучаете Искусство Графики Вы Неизбежно Будете Глубже Погружаться За эти Эффекты Вот Но То есть Это Просто Не совсем Корректный Вопрос Вот Почему Вкус Это Как бы Не Какая Это Ну Там Золото Которое Железяка Которое Может Заржаветь Это Длинный Процесс Это Просто Какая Во времени Протяженная Колбаса И Который Состоит Из Каких То Имен Каких То Впечатлений Каких Я могу Сказать Что Может Презойти Может Кому То Снаружи Показаться Что Ваш вкус Испортился А вы Просто Как бы Ушли В другую Сторон Понимаете Но В конечном Счете Когда Я говорю Про Плохое Искусство То есть Есть Например Сейчас Он почему-то Не существует Наверное Существует Как музей Музей Бэд Арт В котором Копились Ну Такие Плохая Живопись Но Как бы Ты Листал Это Все Делая И Ну Во-первых Это Смешно Во-вторых Там Есть Какое Море Обаяния Часто В этих Вещах Ну И Опять Понимаете Когда Там Лет Сколько-то Назад Меньше Стали Я сейчас Боюсь Собрать Забыл Я Эту Историю Но Когда Просто Мир Открыл Искусство Ну Душевно Больных Да И когда Возникло Вообще Понятие Арт Брюд Когда Возникло Представление Вот Искусстве Аутсайдеров Ну Там Люди Которые Как бы Его Смогли Прочухать Да И Осмыслить Они Оказывались В этот момент В жесткой Оппозиции Тем Кто Как бы Стоял на позициях Традиционного Искусства То есть Нельзя В категориях Современного Извините Традиционного Классического Искусства Объяснить Почему Работа Душевно Душевно Больного Это Классно Понимаете Ну Там Ответ На самом деле Потому что Вот это Впечатление Которое Я нигде Не переживал Никак Да Это Еда Которую Я никогда Не ел Ни на что Не похожая Еда Понимаете Вот То есть Ну Вот То что Трансгрессия Когда Вы Просто Понимаете Преодолеваете Какое-то Сопротивление Ну Предрассудков Да И Представление Каких-то Устоявшихся И Какие-то Механизмы Которые Просто Ну Там Описывают Вот В современном Состоянии Как бы Искусство Настоящее Обязано Вызывать Возмущение На самом-то Деле Понимаете Ну И Там Опять же Хороший Плохой Вкус Ну Если Понять Что Ну Ладно Там Понятно Что Там Петр Павленский И Там Майк Ли Да Это Там В разном Смысле Художники Просто Мы Как бы Сейчас Немножко Там Пользуемся Этим Аммонимом Да Потому Что Он Более Менее Удобен Как бы Когда Я говорю О том Что Каждый Художник Ну Каждый Новый Художник Который Мы Знакомимся И Которым Мы Впечатляемся Это Собственно Говори Новое Впечатление Понимаете Ну То Да Я Видел Работы Олега Кулика До Петра Павленского Тем Не Совершенно Новым Каким-то Органом Понимаете Который Мне Для Этого Просто Там Открылся Там Да Я Там Видел Работы Разных Хороших Сильных Графиков Но Там Работы Какого-то Такого Майка Ли Да Ну Наверное Не Самый Яркий И Не Самый Интересный Я Переживаю Как Какой-то Новый Опыт То В Этом Смы Да Художник Художник Они Просто Непонятно По каким Канонам Каким Законам Сделано Ну Поздравляю Вас То есть Вы просто Понимаете От жизни Получили Больше впечатлений Чем мы Все смогли Да То есть В этом Смысле Ну Просто Вкус Как Общий Вкус Да Вкус Как Ваш Вкус Они Могут Вообще Как Быть Полностью Разорваны И Пускай Вас Это Не Смущает Понимаете Вы Знаете Что Вы Если Вы Знаете Что Вы Объективно Тратили Силы Душевные Умственные И Время На То Чтобы Осмыслить Этот Опыт Это Значит Он Не Может Вас Украсть Ничего Он Только Может Вам Помочь В Принципе Ну Вот Более Точно Выбирать Дальнейшую Траекторию Жизненную И Творческую Понимаете Короче Ответ Нет Нельзя Спасибо Пожалуйста Есть еще Вопрос Нет Кажется Ну Спасибо За Внимание Тогда Надеюсь Кому Это Было Полезно